МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что вы мне предлагаете, очень соблазнительно в плане денег, в плане того, что вернут возможности, но я не ощущаю это правильным. Актёры — это люди, которые играют других людей. Как правило, это люди, которые совершенно не умеют играть себя. Ну, знаешь, когда ты прыщ на попе, хочется тебя прижечь. Вот не будет такой второй войны, чтобы если вот сейчас ты дал этому случиться, дал себя использовать в таком качестве, вряд ли у тебя будет возможность проявить себя в аналогичных обстоятельствах, как ты начал. Здесь меня никто не знает. Всем абсолютно похеру, кем я был до этого. Голоса с кем-то спорил о войне. Думаешь, всё, нельзя мне больше пить. Придется потратить какое-то время для того, чтобы проделать весь тот же самый путь, который я проделал в России. Бронировать отели по всему миру, в том числе и в Барселоне, легко в приложении One Two Trip. Их удобно оплачивать российскими картами и получать кэшбэк до 15%. Сема, привет! Мы в Барселоне. Да, да. Это один из таких типичных видов. Мы приехали с моей женой Анитой сюда в Барселону 12 декабря. У нас было примерно, наверное, недели две, чтобы податься на студенческую визу, по которой мы здесь находимся. Десять первых дней занимались этим, потому что это была первостепенная задача. И снимали сначала какую-то комнатку на RNB и параллельно ходили с места риэлторши, смотрели квартиры. И что мы первое выяснили? Молодым сдают хуже. Без рабочих контрактов не сдают вообще. Высокий конкурс на квартиры. То есть было вплоть так, что мы приходили. Квартира хорошая, но там еще душат жабы, цены непривычные. Ты говоришь риэлторшу, пять минут подумаем. Пять минут подумал, а кто-то за это время уже внес залог. И все, и квартира ушла. 25 декабря наши риэлторши говорят, у меня Рождество. После каникул увидимся. Нам негде жить. Мы обратились к друзьям, и те нас связали со своими знакомыми, вот показали эту квартиру. Мы поняли, что скоро Новый год, и надо брать, пока есть. И сняли квартиру здесь. Я бы хотел здесь остаться. Но мне нравится здесь оставаться, скажем так, что это какое-то такое альтернативное место, в котором я могу приехать и почувствовать себя как дома. Ну что забавно, это со мной происходило не только с Барселоны. Я же 7 месяцев прожил в Стамбуле. Мне кажется, после определенного количества времени, проведенного вместе, когда у тебя вырабатываются новые социальные связи с людьми, в целом и появляется это ощущение дома. Первое. Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел, потому что сегодня пятница, вечер. После того, чтобы быть в паре, классно проведено время, все пришли смотреть короткометражное российское кино. Потрясающе, что вы все здесь. Мне кажется, это очень важно. Спасибо вам за это. Откуда здесь такое количество людей из России? Ну, когда я приехал, здесь было всего одно такое сообщество. Оно, кстати, любой, кто здесь живет, его знает. Называется «Инсалада Руса». Это по-испански... Это оливье по-испански. Это оливье, да-да-да. Они сейчас очень сильно развились, потому что они устраивают поездки, устраивают кинопоказы. Если у тебя есть какой-то свой проект или мероприятие, они такие мощные аккумуляторы аудитории могут быть. Но, вот прям картина тебе, чтобы было интересно, мы, значит, пришли в школу учиться в... Мы в декабре подались, в январе. Мы пришли на первые занятия по испанскому языку. У нас было в первом классе 11 человек, 9 из них были россиян. И администраторы, сами учителя говорили, что до сентября 2021 года никогда, чтобы не происходило, никогда не было такой диспропорции, чтобы такое количество россиян было. Причем не просто молодых россиян. С нами сидели люди на классах 50+, которые даже английского не знают. Я представлял, как это тяжело. Иногда у тебя нет возможности еще вокабуляра уточнить какой-то вопрос по-испански, ну и у тебя есть компромиссный язык английский. Ты на него переключаешься, она тебе отвечает. И ты такой, а-а-а, это как в перфекте. А-а-а, это как в континьюсе и так далее. А люди, которые не знают английского, они такие, что это? Что это? И ты думаешь. По ощущению, все вот эти люди, которые сейчас здесь, они вообще никогда больше не собираются вернуться? О-о-о, у нас сейчас вот начался как раз период листопада осеннего, ну когда люди начинают, короче, возвращаться. Прям массово, активно, знакомые. По разным причинам. Кто-то принципиально уехал, кто-то уехал только после мобилизации и так далее. Но все равно, вот сейчас прошел год, условно, с мобилизацией. Этого срока достаточно для того, чтобы столкнуться с первыми эмигрантскими бытовыми трудностями. Отсутствие работы. Студенты не имеют права на работу, кроме 30 часов в неделю. Кто-то работает, видимо, там, в черную, продолжая с Россией. Очень тяжело интегрироваться и строить горизонтальные связи с самими испанцами. Ну, мне, например, нет, потому что я молодой, я тусуюсь, как бы, вот у тебя и горизонтальная связь. Людям постарше, наверное, все-таки они из-за вот этого островного менталитета, они в целом стесняются говорить, стесняются ошибаться, из-за этого изолируются сами от любой возможности построения такой связи. Тем тяжелее. Но, отвечая прямо на твой вопрос, не думаю, что здесь прям как-то очень много людей, которые вообще не планируют возвращаться. Наоборот, я думаю, что справедливее будет сказать, что большинство людей и здесь конкретно, и вообще в эмиграции, это люди на ППЖ. Это что значит? Пока Путин жив. Ну, то есть, я должен быть откровенен, ну, первый год, несмотря на какое-то принципиальное несогласие с выбранным курсом, во мне теплилась надежда, что поскольку это решение абсолютно несправедливо, бесчеловечно и завязано персонально на Путине, как только уйдет Путин, уйдет решение, и все связанные с ним неудобства. Ну, это плохое слово неудобства, но я имею в виду вся жесть вот эта вот, она вся автоматом уйдет. И, конечно, когда ты планировал жизнь, это так смешно сейчас звучит, планировать жизнь, да, но как бы ты такой думаешь, ну, год, мне и денег хватит, и язык выучу, и что-нибудь произойдет за год. И вот уже два почти подходят к концу, только война не собирается подходить к концу. В 1906 году американская лига покупателей впервые обратилась с призывом к жителям США купить рождественские подарки как можно раньше, чтобы снизить нагрузку на работников и вермагов фабрик и почты в предрождественские дни. А в ноябре 1918 года с таким призывом к американцам обратился уже лично Санта-Клаус. Так что традиция ноябрьского шоппинга зародилась задолго до того, как появился главный мировой день распродаж – Черная Пятница. В этом году она выпадает на 24 ноября, но ждать этой даты не нужно, так как скидки в американских магазинах уже начались. А поучаствовать в американской Черной Пятнице поможет проверенный маркетплейс usmall.ru. Уже много лет USMall доставляет из США оригинальную брендовую одежду и обувь. Здесь можно найти, например, сумки Michael Kors от 6 тысяч рублей, куртки Tommy Hilfiger от 8 тысяч и джинсы Levi's от 3 тысяч рублей. А еще на USMall продаются витамины и БАДы с американского iHerb, причем значительно дешевле, чем в России. Зимой, как вы понимаете, это особенно актуально. Дополнительно к распродажам USMall дает скидку 15% на все товары по промокоду GORDEEOVA15. Акция действует до 26 ноября. Процесс покупки очень простой. Просто собираете товары в корзину, оплачиваете их любой российской картой, а USMall покупает их в Америке и доставляет в Россию за 10-20 дней. Но обратите внимание, что из-за распродаж сроки доставки могут быть увеличены. В общем, не пропустите «Черную пятницу». Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь шопингом. Семен, ты широко известным стал после фильма «Хороший мальчик»? «Призрак» скорее, я думаю. «Хороший мальчик» мы победили в фильме «Кинотавре», а «Призрак» был такой коммерческий, успешный фильм, семейный. Меня до сих пор, если люди узнают, даже с бородой, в таком моем агрегатном состоянии, такие «О, ты тот мальчик, который водил самолет». Но мне еще кажется, что «Хороший мальчик» стал какой-то олигорией тебя не только героя, но тебя и человека. Это такая драма взросления. Да. В начале которой герой невинен и свеж, и вот он встречается с разными проявлениями зла, и борясь с ними, он взрослеет. В точке, в которой ты сейчас находишься, кто побеждает? Разные силы зла. Но что я хочу сказать? Выживает сильнейший, побеждает неваляшка. Это моя любимая цитата из песни «Оксимирона». Я считаю, что так к этому надо относиться. Да, выживает сильнейший, зло будет выживать, потому что оно сильнейшее. Есть еще другая фраза из Лукимина. Кто надломлен, тот срастется, а не срастется, кто надкусан. Мне кажется, тоже в этом есть определенная глубина мысли. Ты считаешь, что покинуть Россию в знак протеста против военных действий России в Украине – это поступок? Ну, давай так. Я считаю, что это поступок. Поступок к поступку рознь. Вот Навальный, прилетевший в Россию и севший за свои убеждения, все-таки, если мы будем сравнивать, как будто бы это чуть более такой впечатляющий поступок. Я думаю, что надо к этому так относиться. Просто из-за того, что там и пропаганда постаралась, но и в целом между людьми какая-то трещина пробежала. Все немножечко в режиме проекции существуют. То есть у тебя нет возможности интимный диалог построить с близким человеком, и ты вот все, что у тебя там самого болит, проецируешь. А, наверное, уехал, потому что денег много, или всегда хотел, или предатель. Или, например, остался, потому что Путина поддерживает. Да, все понятно здесь. Так устроена психика, с этим надо бороться. Но я думаю, что важно учитывать вот, что к моменту, когда началась война, каких-то других способов опротестовать такое решение правительства, ну, как бы в сущности, ты и не осталась. Было в целом такое ощущение отчаяния. То есть я думаю, ладно, Навального не поддерживают. Ну, разные политические есть пристрастия у людей, да, все-таки. Но война, ну, это же что-то типа на другой части спектра находится. Это всем должно быть очевидно. Но, видишь, не всем, и не все захотели это как-то проявить. И потом то, что происходило, тоже вызывает вопросы. Но я думаю, здесь поступок в том смысле, что я же не просто уехал. Я выдерживаю определенную диету. Я никак не связан с российскими деньгами. Я сразу себе поставил условие, что какой смысл тогда уезжать. Поэтому я не зарабатывал рубли, чтобы привыкнуть к другой валюте, привыкнуть к ценности своего труда, к какой-то другой валюте. Ну, и чтобы иметь как бы чистые руки для того, чтобы иметь какое-то моральное право высказываться с определенной точки. Потому что это тоже, мне кажется, важным. Вот. То есть понятно, что я не хожу туда, меня не награждают. Я вообще пропал из... Даже в дайджесты там типа 10 самых перспективных актеров. Меня обогнали там Марка Дейльштейн и все остальные ребята. Успехов. Но я думаю, что поступок это в том случае, если ты полностью разрываешь связь с тем, с чем ты не согласен. Я пытаюсь это сделать именно таким образом. Но мне легче, чем другим людям, потому что у меня и семьи-то там не осталось. У меня только дворовые друзья мои, там, по которым я очень скучаю. Но семья у меня живет в Риге. Мама родная осталась жить в Москве, но... И все. А на что ты здесь живешь? Сейвингс. Сбережения. То есть ты хорошо снимался все эти предыдущие годы? Ну, я дуралей вообще. У меня, наверное, накопления были за последние лет 5. Ну, вот когда я совершеннолетним стал, потому что я стал уже самостоятельно получать эти деньги, сам ими распоряжаться, что-то делать. Ты снимаешься с 10 лет? Да, но тогда я был ребенком, поэтому там вся финансовая вот эта вот инфраструктура, она была завязана все-таки на родителях. Ничего они не отбирали, это всегда было мое, но я имею в виду, что у меня и представления не было, как этим оперировать, и, собственно... И что, кроме чипсов? А тут я стал взрослым, но я тоже... Я не купил себе никакой недвижимости. Единственная моя покупка... Мы с отцом, когда мне спонсор 18 лет, я купил себе Peugeot 308-й, там, за 500 тысяч рублей, что-то такое. И на нем ездил, на механике, по Москве. Вот продал сейчас, чтобы вернуть эти деньги, потому что нужно было, и все. То есть я эти деньги зарабатывал непонятно для чего, притом что я совершенно не про деньги, я не покупаю себе никаких там брендовых шмотов. То есть я куда-то их делал? Никуда, они у меня вот были накоплены, и мы жили на них. Все эти деньги ушли на оплату курсов, на оплату юристов, на билеты. Сколько раз я потерял бы на билетах деньги, это же сложно вообще посчитать. Потому что в панике, берешь один билет, он отменяется, пока вернешь с него деньги, надо следующее покупать. Его купил, в спешке понял, что на другой день. Или на другую дату, или ошибку в фамилии жены, допустил. Ну и раза 3-4 у меня могло быть так в рамках недели, просто из-за того, что было совершенно непонятно. А на сколько тебе еще хватит твоих сбережений? Ненадолго. Но у меня была все-таки какая-то работа. Во-первых, я пару месяцев поработал для ребят, которые сидят в Риге. Они владеют YouTube и Facebook-каналом Five Minutes Craft. Это такие DIY-видео, где люди варят мыло, из пуговицы собирают еще какую-то штуку. Я был в Риге у родителей, и мы все думали, куда же дальше податься. Папа мне говорит, слушай, тут же два театра есть. Это Галамазова и Херманиса, по-моему. Херманиса. Херманиса, прошу прощения, извините. И я им написал, обоим. Мне пришел отказ. Да. Ну, сказали, что, во-первых, не интересуют ни профессионалы, то есть без образования. А во-вторых, россияне. Короче, плакал, там, жена такая, ну, она очень сильно переживает, когда я расстроен. Она пыталась меня как-то успокоить. И я пошел, встретился с папином другом. Он говорит, слушай, у меня тут есть ребята. Наверное, они занимаются не совсем тем, чем ты занимаешься. Мы с ними созвонились, и они меня устроили на работу удаленным видеоспециалистом. Я здесь, в Барселоне, снимал для них эти DIY-ролики. То есть я выполнял функции полного продакшена. Я находил мастеров, договорился, что они будут делать. Со своим супервайзером утверждал идею, закупал реквизит. Я сам монтировал и отправлял, и за это в месяц мне оплатили 2 тысячи. Но я пару месяцев так поработал, думал, что это будет подработка. То есть я смогу писать сценарий, там, какими-то своими делами, к чему сердце лежит. Но в итоге это отнимало все, время вообще все. Даже я даже в школу иногда пропускал. И я понял, что при всем уважении, просто как будто бы не туда. Я на свой страх и риск, и так, не имея денег, все-таки сказал пока. И тут мне еще через месяц Кирилл Семенович написал. Но это уже другая история. Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить. Живи, живи, живи вечно. Самый известный и самый пронзительный отрывок романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана это последнее посмертное письмо, которое получает герой Виктор Штурм от своей матери. Это письмо даже считали реальным документом. Но на самом деле Гроссман такого письма не получал. А сам всю жизнь действительно писал письма своей погибшей маме. Некоторые из этих писем даже были опубликованы. «Пока живу я, жива ты. А когда я умру, ты будешь жить в той книге, которую я посвятил тебе, и судьба которой схожа с твоей судьбой». Главный труд своей жизни, эпопею «Жизнь и судьба» Гроссман, конечно же, посвятил маме. Сегодня многие по своей воле или нет оказались вдали от своих мам, в других городах или даже странах. Разумеется, в эпоху интернета поддерживать связь проще, но иногда хочется напомнить о себе чем-то более значительным, чем просто сообщение в мессенджере. Например, с помощью букета цветов, горшка с комнатным растением, украшения или десерта. А найти и доставить подарок близким поможет маркетплейс «Флау Вау». 26 ноября в России отмечают День Матери, так что самое время озаботиться подарками. «Флау Вау» быстро доставляют цветы и подарки уже в тысячу городов в 30 странах мира, в том числе в Арабские Эмираты, Испанию и Великобританию. В России у «Флау Вау» есть магазины-партнеры в большинстве регионов. Но даже если в нужном вам городе нет ни одного магазина, то декор, украшения и товары для дома можно отправить с деком. Одна из самых удобных и моих любимых функций во «Флау Вау» – это встроенный чат. Никто не будет мучить вас звонками, зато продавец всегда пришлет фото товара на согласование и только после того, как вы его утвердите, отправит товар курьеру. А еще к заказу можно приложить открытку с поздравлением и подписью, причем совершенно бесплатно. За каждую совершенную покупку в вашем личном кабинете начисляются бонусы, которые можно потратить на будущую покупку или пожертвовать на благотворительность. А еще в приложении есть встроенный календарь, который позволяет не пропустить ни одной важной даты. Кстати, для грядущих важных дат сохраняйте промокод «Скажи15». С ним можно получить скидку в 15% на первый заказ. И промокод этот будет действовать до конца марта 2024 года. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране, скачиваем приложение «Флау Вау» и радуем своих близких даже на расстоянии. Фильм Кирилла Серебренникова. Как он называется, как он снимался, где он снимался и что ты в нем делаешь? Я не знаю, насколько я могу распространяться о таких вещах. То есть я, наверное, в рамках официального анонса, который в любом случае был сделан, когда фильм начал сниматься, какие-то вещи могу прокомментировать. Фильм называется «Disappearance». Он повествует о годах жизни доктора Йозефа Менгеле, который в лагере Аушвиц получил кличку «Ангел смерти» из-за своей бесчеловечной эксперименты. Но взят тот участок его жизни уже после развала Третьего Рейха, когда он скрывался в Латинской Америке и, собственно, никогда не был пойман. То есть он спокойненько еще 30 лет прожил там. Ну, как спокойненько? Наверное, не очень. И вот всем, кто сейчас развязал эту войну, рекомендую посмотреть этот фильм, потому что, очевидно, он человек без совести, ни про какую там не про совесть, но просто когда... Это один из самых страшных нацистских преступлений. Да, да, именно, именно. Его играл замечательный артист Август Диль. Я, наверное, мне не хватит даже вокабуляра, чтобы описать его замечательность. И тот уникальный, редчайший шанс, который я как личность получил взаимодействовать с ним как на площадке, так и за пределами площадки, потому что я-то как думал, что, ну, я просто буду стоять в стороне и смотреть, как работают великие. А он оказался открытым человеком, полиглотом, прекрасно говорящим на английском языке. Мы с ним много беседовали. Я, в свою очередь, неплохо знаком с его немецкой культурой, потому что я люблю Брехта и так далее, Венегута и так далее. А он мне очень неплохо знаком с российской культурой. Мы обменивались всякими вещами... Всякими. Ну, что там есть похожего, в чем есть отличия и так далее. Он довольно неплохо... Он знает Пригожина, Патрушева, он знает, что это за люди, ему было жутко интересно, как там люди. В России на это реагируют, вообще, как выглядит жизнь. Снимался фильм в Уругвайе, в котором я первый раз в жизни был. Кого ты играешь? Подожди. Значит, Кирилл Семенович мне написал, где-то, наверное, в мае, что ты как-то. Че делаешь? Я говорю, не поверите. Ничего. Ровным счетом. Это ощущение незанятости, оно разрушает тебя. Приходится прикладывать много душевных усилий, чтобы не дать эгу победить. Потому что, как только у тебя падает социальный статус, эго, вот этот рак, отшельник, сидящий где-то, он начинает тебе нашептывать ужасные вещи. И про других людей, и про тебя самого. Очень тяжело давать бой этой энергии психической. Становишься завистливым, ревнивым, мелочным таким. Ну, может быть, у тебя не так, но я пострадал очень сильно от этого. Ну, короче, мне было больно. Короче, он мне пишет. Я говорю, ничего не делай. Он говорит, а я фильм снимаю. Я говорю, ой, как классно. Он говорит, у меня для тебя есть ролюшка. Извини, что не прям какая-то это. Он говорит, ну, может быть, ты все равно хочешь? Я говорю, еще спрашиваете? Конечно, хочу, только этого и ждал. Он говорит, ну, поехали. Вот, я слетал в ригу, я сыграл эту ролюшку, а потом он мне говорит, слушай, у меня есть еще одна идея, мне надо поговорить с продюсерами. Говорит, ну, я хочу немножко расширить твое появление в этом фильме и чуть более персонально его связать с героем Менгеля. Да, я говорю, вау, круто. Он говорит, ну, дай мне время, я договорюсь. Ну, вот он договорился, я на целый месяц с ним улетел туда. Какую-то очень важную линию для самого Кирилла Семеновича там отыгрывать. Но сказать кто-то ты не можешь. На это нет простого ответа. А, даже с совесть, что ли, играешь? Я сказал, нет совести у Менгеля, но догадка в целом верная, да. То есть я играю какую-то совокупность страхов в Менгеле, скорее вот так. Ты переименовался в Сэм от Рискунова. То есть ты теперь не Семен, а Сэм. Ну, нет, ну, меня по-прежнему зовут и Семеном. Семья меня вообще, ну, то есть супер близкие люди, которые знают меня с детства, обычно вообще зовут меня Сеня. А Сэмом исключительно из прагматичных соображений. Во-первых, мне в целом нравится вариация такая моего имени. Во-вторых, она интернациональная, она гораздо короче и фонетически ее легче воспроизвести, чем Симьон, Симьон там и так далее. А вообще у меня есть супер такая история. Я был в 16-м году на неделе русского кино в Лондоне с фильмом «Хороший мальчик». И мы сидели там, там Рената Литвинова, у нее какой-то аукцион был, она продавала роли в своем фильме. Вот, и у нас у всех были таблички. Вот, и была моя табличка, у меня и в паспорте, и на табличке мое имя по-английски пишется с двумя буквами «и», «е» нашими. И по-английски это означает «сперма». Это «симен». Так и пишется. И я сидел, и одна актриса, которая сидела напротив меня, я сначала думал, что ну я ей нравлюсь, там она так смотрела на меня. Вот, а потом мы стояли, я пил сок, что был еще маленький, она пила шампанское. Она говорит, слушай, а это ты попросила так написать? Я говорю, думаю, у меня так и в паспорте. Она говорит, ну она не сказала мне, говорит, ну ты загугли, говорит, ну просто что это значит. И я так, я помню, это был такой момент, реально, потому что я не понимал, как так вышло. Вот, и поэтому я сам, да, потому что с самым таких осечек нет. Но ты себя идентифицируешь сейчас как русского, как еврея, у тебя израильский паспорт, я знаю, или как без пяти минут испанца? Кто ты? Это очень хороший вопрос. Я очень люблю маленьких детей, потому что у меня есть маленькие брат и сестра. Я думаю, что вот такие вопросы идентичности, вот типа кто ты русский, они вот только в голове, в воспаленной голове взрослых людей появляются. Потому что если ребенка спросить, кто ты, моя сестра скажет, я Софа. Она не скажет, я русская, я еврейка, я латышка, там, или даже дочка родителя. Она скажет, я Софа, потому что в этом понятии Софа совокупность всех ее представлений о самой себе, что бы это ни значило. То же самое и здесь. Но чтобы не уходить от вопроса, безусловно, я россиянин, мне не нравится слово русский, потому что если мы говорим про этнос, ну, я еврей. Ну, то есть как бы у меня в семье говорят на еврите, мы не празднуем религиозные праздники, но мы уделяем им внимание. То есть прям говорят-говорят? Отец говорит, брат говорит, да. Софа учит тоже. Я не говорю просто, потому что еще не учил, но вот судя по тому, как у меня хорошо дела идут с испанским, тоже пару лет я буду говорить на еврите просто из принципа. Россиянин я сто процентов, просто потому что я родился в России, я учил русский язык, я читал русскую литературу, советский, ну, то есть как бы это огромная часть жизни, я никуда не могу от нее деться. Еврея с той точки зрения, что это такая, это была спящая идентичность, она очнулась у меня, когда мне было лет 15, когда у меня, собственно, у отца появился план отправить моего брата в Израиль. Мы ходили в школу воскресную Сахнута, там нас учили алфавиту, учили истории, и в целом были какие-то прикольные психологические мероприятия, подготавливающие человека к репатриации. Вот, я ходил просто на правах старшего брата, чтобы мелкому не было одиноко, скучно, чтобы он не терялся. Вот, и, собственно, мы ездили несколько раз в лагеря и кайтс-фест, кайтс это лето на еврите, и шелик это снег. И я был даже на таглите, это, кто не знает, правительственную программу Израиля, для того, чтобы вербовать молодых евреев, что типа смотрите, как классно. Испанцем я точно не могу себя назвать, потому что, несмотря на то, что я учу язык, непреодолен еще культурный барьер, то есть у меня пока все мои познания об Испании, об их культуре очень такие поверхностные, символические, но я думаю, за год у меня все равно лучший результат, чем у кого-либо был бы, потому что я смотрю подкасты, интервью на испанском, потому что это мой способ изучения языка, окружить себя им и находиться в его пространстве. Да, я россиянин еврейского происхождения, проживающий в Испании. Сколько ты не был в Москве? Последний раз я там был в июне 22-го года. Скучаешь? Ну, я вообще думал, что я не буду скучать, потому что в целом я всегда понимал, что у тебя ощущение комфорта там, да, и какого-то дома возникает в первую очередь из-за качества связи с другими людьми. Из-за того, что я был ребенком, часто ездил сниматься, я очень часто бывал в экспедициях, очень часто там по 3-4 месяца ты отсутствуешь, ты не дома. И ты привыкаешь к тому, что люди отвечают за то, как ты себя чувствуешь, твоя связь с ними, как бы то, как ты с ними взаимодействуешь. Вот, и в целом я здесь разделяю точку зрения, вот Саша Кузнецов в интервью Дудю просто говорил, что понятие там родина, дома, оно складывается как раз-таки там из каких-то сентиментальностей, связанных с местом. Вот здесь мы пили, здесь мы гуляли, здесь мы праздновали день рождения, здесь я в школу ходил, здесь я поцеловался, тут была моя первоязыковая школа, тут меня впервые поругали испанцы, и так далее. У тебя складывается такая сердечная карта города, то есть когда это начинает иметь какую-то связь с твоим сердцем. Вот из Барселоны уже появилась такая карта, она еще не полная, она будет уточняться, дополняться, но в целом она уже существует. Я думал, что я не буду скучать по Москве, потому что мне Москва, несмотря на то, что я там родился, никогда как город не нравилась. Скучаю, конечно, очень сильно. И как раз таки не потому, что это Москва, там еще что-то, а просто потому, что сейчас в отрыве от всего этого острее переживаются заново, ностальгизируются какие-то моменты, прямо на тебя во снах наваливаются. То есть, ну просто снится тебе это. Или все чаще и чаще попадаются люди, которые в публичном разговоре с тобой либо говорят, что хотят уехать, либо вот прям встречаются, чтобы сказать, что уезжают. Ну и конечно, это вызывает такую немножко зависть, наверное, плохое слово, но честно. В том смысле, что и ты бы, наверное, хотел, но я не вижу для себя это возможным. Это не вопрос как бы того, что я... Вернуться туда. Да, да, да. Я для себя не считаю это возможным по нескольким причинам. Во-первых, чисто прагматические соображения. Я думаю, что я, находясь в этом своем годичном виртуальном пикете, ну то есть я прям отдал там свои соцсети под информирование о том, что происходит с войной, с людьми там и так далее. Я думаю, что в целом там есть пограничники, которые только и ждут, когда я вернусь. А второй момент, что ну как бы мне не было плохо, я не могу туда вернуться, потому что я не хочу там работать, я не хочу зарабатывать там деньги, я не хочу платить там налоги, и я не хочу как бы потерять себя там. А как быть всем тем людям, которые тоже не хотели бы рублем поддерживать войну своим, но уехать не могут? То есть ты считаешь, что все равно те, кто остаются, они вроде как соучастники? Ну не только они, я тоже соучастник, но в смысле, просто я на самом деле немножко тревожусь отвечать на этот вопрос, потому что это самая эмоциональная зона. Я предлагаю вот о чем подумать. Если ты против войны, вообще любая позиция, на мой взгляд, должна быть поддержана поступками, только тогда это считается позицией. То есть говорить, как бы я против войны и никак это на уровне поступков не воспроизводить, это довольно странно. Такая немножко безопасная позиция, в которой у тебя нет рисков. Вот, и я это не разделяю с людьми, которые так на это смотрят. Выйти на митинг можно, но с одной стороны бессмысленно, потому что непонятно, какое количество населения даже твоего родного города тебя поддержит, а с другой стороны просто элементарно опасно, потому что это, конечно, был бы героизм. Я видел кучу этих вот, там Саши с Кочеленкой, еще какие-то ребята, которые выходили, это герои, но я не такой. Это тоже надо честно иногда себе признавать. Работать там не хочу, деньги платить не хочу, ничего никак связанным быть не хочу, значит, вариант у меня вот был уехать, да, чтобы как-то это воспроизвести. Потому что, когда ты уезжаешь, ты как бы разрываешь эту связь, ты перестаешь зарабатывать деньги там и так далее. Как быть людям, которые против войны, но не хотят поддерживать? Ну, они сейчас оказались, очевидно, в таких обстоятельствах, в которых у них, они выбирают между плохим и очень плохим. Это очень такая нравственная дилемма на самом деле. Я очень не завидую этим людям, и я не знаю, какой у них может быть выход. Хорошего выхода здесь нет. Единственное, на что я мог бы обратить внимание, даже если вы вынуждены зарабатывать там деньги, совершенно не обязательно в публичном пространстве становиться аффилированными с режимом. То есть ходить на премьеры, ходить в ВК, то есть вот с музыкантами вот эти все истории. Потому что многие воспринимают это как часть работы. Я же зарабатываю деньги, а это просто другая часть моей работы. Поэтому, если я хочу зарабатывать деньги, я должен делать еще и это. Один из главных аргументов, который я привожу для своих друзей, которые остались в России, с моей точки зрения, даже если прямо сейчас все идет хорошо, театры работают, как бы с войной мы не соприкасаемся. Окей. Допустим. По итогу, чем бы это не закончилось, это обернется катастрофой, на мой взгляд. Объясню почему. Потому что вот эта вот инерция накопленная общественная, она найдет свой выход в определенный момент. И неважно, то есть победим какой ценой, смогут ли с этим люди смириться, проиграем еще хуже. Мы все это время вот так втянули голову в шею и ждали, пока нам отвесят военного леща. И я думаю, что это будет унизительно для большинства людей, во-первых, для тех, кто реально верил в эти идеи, особенно для тех, кто пытался как-то подстроиться, потому что потом резко поменяется климат, характер, все то, что происходит, а как бы интернет помнит все. Вот и, кстати, большая разница с нацистской Германией. Не было интернета. Меня удивила история, как одна женщина все преследовала Лене Рифеншталь до конца ее жизни и в конце выпустила книгу о том, что всем она напиздела, что была маленькая и ничего не понимала. Потому что вот есть стенограмма, как она сидела на заседании Министерства культуры, где ей прям говорят, нам нужно, чтобы ты сняла это, вот для этого она такая, все поняла. То есть было тяжелее какую-то фактологию подтянуть под обвинение. Сейчас это все будет гораздо проще. Ты говоришь про коллег по своему цеху, но есть еще огромное количество людей, учителя, врачи, фермеры, водители трамваев, воспитатели детских садов. Ведь они тоже зарабатывают деньги, они тоже платят налоги. И далеко не все они поддерживают и текущий режим, и то, что называется в России специальные военные операции. С одной стороны, мне кажется, ужасной ересью сама идея про эту коллективную ответственность и так далее. Ну потому что, если виноваты все, кто тогда виноват? Ну типа, это странно. Вот. С другой стороны, с точки зрения, я таким умным словом это назову экзистенциализма. Ну то есть ты как бы вот задумывайся там о жизни, о смерти, о том, кто ты и так далее. Вот с этой точки зрения, безусловно, я думаю, что если ты нормальный человек, если ты честен сам собой, ты должен разделить это горе со своими согражданами и понять, что твоя персональная ответственность в этом есть. Ну где-то ты не захотел пойти на выборы, где-то взятку дал менту, когда тебя остановили, там не знаю, где-то пришли к тебе, сказали там, что вот надо провести выборы на твоем участке, а ты учитель. Надо помочь, там что-то дособрать. Это все-таки, казалось, маленькие, незначительные пазлики, да, в картине общей жизни. Вот. Ну жизнь взрослого человека всегда состоит из компромиссов, потому что, ну, невозможно иначе выживать в этом мире с другими людьми, ты иногда должен договариваться с собой. Вот. Но прямо сейчас мы видим, что из этих маленьких пазликов сложилась вот такая большая картина какого-то, в первую очередь, социального катаклизма. И я могу сказать этим людям, только держитесь, старайтесь, не знаю, не потерять себя. Честно говоря, наверное, у меня нет и права. Я не работал учителем, понимаешь, я не работал в карете скорой помощи. Я знаю, что такие люди есть, я знаю, что они выполняют самую вообще главную функцию в нашем обществе, при этом несправедливо обделены вниманием, несправедливо обделены зарплатами и так далее. Я не знаю, как вот с их точки зрения, когда ты настолько интегрирован в систему, при этом выполняешь, ну, объективно что-то хорошее, какую-то работу делаешь, учишь людей, там, лечишь людей и так далее. Я не знаю, как здесь примирить вот эти вещи. Честно. Тяжко сейчас быть русским в Европе, россиянином? Ну, я думаю, что объективно тяжко, но я не сталкивался с чем-то таким, что вот совсем бы меня бы, знаешь, как только... Ну, точнее так, давай вот, чтобы совсем по-честному. Я, как ипохондрик, чуть то, что угодно воспринимаю персонально. Вот. Но потом, когда включается рацио, когда остывают эмоции, ну, понятно, что я представитель государства, которое ведет агрессивную, захватническую войну, и с одной, с другой стороны все время рисуются монструозные образы того, как мы выглядим. А у людей, как правило, нет свободного времени и интереса, чтобы глубоко погружаться, разбираться там, ну, свои жизни у них и так далее. Плюс еще, я думаю, не в последнюю очередь играет все-таки ситуация даже не то, что мы воюем в Украине, а то, что мы меняем картину мира, привычную здесь испанцам, приезжая сюда, потому что из-за количества людей повышаются цены, сложнее снять жилье, мы ходим с ними в одни магазины. Многие россияне, особенно не молодые, но так устроены, что они принципиально не учат никакие иностранные языки, говори со мной по-русски, вот эта, знаешь, история, ну, таких тут здесь тоже много. Вот, и, конечно, это все вызывает определенное раздражение, потому что, ну, люди в автобусе едут, люди, ну, тут, знаешь, забавная сцена, мы сидели с моим товарищем, он из Ростова, причем принципиально уехал, но при этом не из Москвы, там, Питера, из Ростова человек принципиально уехал, молодой парень, чуть на пару лет меня старше, у него там бизнес, он продолжал, и мы сидели, обсуждали, говорит, я тут, короче, говорит, звонил по квартирам, пытался по-испански, чтобы впечатлить, поговорить, чтобы они вот видели, говорит, и я в какой-то момент понял, вот, когда моей маме там звонили люди, там, из какого-то ближайшего зарубежья, и когда пытались очень показаться своими, говорит, неужели мы так же сейчас выглядим, я говорю, сто процентов, ну, то есть, ну, мы говорим неловко, у нас неловкие пока испанские, мы звоним испанцам, можешь я у вас пожить, ну, то есть, как бы, ну, это, надо честно на это смотреть, это так и выглядит, то есть, конечно, у тебя полностью меняется отношение к, к каким-то меньшинствам, в первую очередь, национально, потому что ты сейчас сам национальное меньшинство, у тебя полностью меняется, какая-то жизненная стратегия в отношении, ну, того, как ты взаимодействуешься с людьми, особенно вот, ну, такими, вот я даже в Узбекистан ездил открывать счет, я думаю, блин, насколько, вот, это же косвенный признак имперства, то есть, я вообще не задумывался, что есть такая страна, где люди живут, и живут, видимо, ну, как-то так, что им надо поехать куда-то еще, чтобы обеспечивать свою семью, и это не то, чтобы самый приятный выбор в жизни, и они вынуждены сталкиваться с какой-то там дискриминацией, пренебрежением, ну, просто каким-то, знаешь, органической непереносимостью со стороны коренного населения, это и унизительно, а выбора у тебя другого нет, конечно, ты пересматриваешь такие вещи, но я много раз уже пересмотрел. С национальной идентичностью, в общем, сложно, а что у тебя с профессиональной идентичностью? Все еще сложнее, то есть актер все равно, ну, зависимая профессия, ты ждешь, пока тебе вот, либо Кирилл Семенович напишет, либо еще что-то, а возможности заниматься профессией без этого нет, то есть уезжая из России, тут тоже можно понять моих коллег, они бы подписали себе смертный приговор в плане карьеры, ну, либо это должно быть исключение вроде Саши Кузнецова, который к моменту уезда уже имел какой-то кейс международного сотрудничества, у меня таких кейсов не было, к сожалению, и когда началась война, когда я, у меня, кстати, ни одна вот прискорбна, но я ни с кем вообще не общаюсь из коллег-актеров, с которыми за 10 лет, там, или 12 лет моей карьеры, ну, кроме тех, кто, естественно, уехал, но я думаю, что тут не надо тоже сильно драматизировать, это скорее в первую очередь связано, супер по-разному у нас устроены жизни, ну, то есть точек секреты. Это твоя инициатива с ними не общаться, или их? Мне кажется, это что-то обоюдное, но я думаю, что я в целом радикальную очень позицию, агрессивную занимал поначалу, ну, просто я вообще не мог это переварить. просто у меня, в меня совали это ложками, а я, я, блядь, я просто не мог понять, как, потому что для меня, для человека, который никогда не учился в театральном вузе, на который работал, там, и с Хабенским, и с Бодручуком, человеком, который любил книжки, любил советский театр, я читал монографии Эфроса, Товстоногова и так далее, я всегда воспринимал искусство, театр и кино, как нечто институциональное, то есть, ну, это создано для того, чтобы люди в этой городской суете, приходя вот в темный зал, здесь вот это таинство совместного просмотра, были призваны к ответу, в первую очередь, на рабственное, чтобы они прикоснулись к тому, что, возможно, от чего они не хотели бы касаться, чтобы что-то там на сцене выдернуло их из этого привычного, инерционного ритма городского жителя и обратило их внимание к чему-то, что должно, по идее, волновать нас всех. Вот смешно это звучит от человека, который пять лет проснимался на СТС-сериале, но это была моя мечта, но и этого нет в России. То есть я потом, когда немецким театром и до-военным, после-военным, думаю, ну вот же, блядь, и барабаны в ночи, и что, а вот пусто сейчас, нет такого в России. Ну и, короче, когда все это началось, я месяц до того, как уехал, просто бухал, я просто ничего не делал. Мне было очень больно, я отказался брать ответственность за свои чувства в этот момент. Я не знал, что вообще с ними делать, со мной никогда такого не было. У меня только что-то стало получаться в этой моей параллельной профессии. Я год, ну полгода учился на шоураннере, у крыжовника в индустрии. И вот буквально за два дня до войны меня чуть ли не в первый раз похвалили за какой-то принесенный этюд. Я на радостях напился с женой, говорю, а я с этого приезжал, плакал, просто меня там только ругали, у меня постоянно что-то не получалось. А тут похвалили, и вот через день началась война. А у меня еще полгода как бы обучения, то есть раз ставка, какие-то устные договоренности на проекты на лето, два ставка. Не то чтобы у меня было много работы. Ну знаешь, когда ты прыщ на попе, хочется тебя прижечь. А я старался, это моя, вот мне нравится быть таким валячкой, соднящей. Вот, и короче, я уехал, я все это насмотрел, чем дальше влез, тем более, то есть московский кинофестиваль же там. Никогда в жизни туда никто не ходил, а тут закрылся кинотавр, уехал в Роднянске, и все туда повалили. Думаю, блядь, ну братцы, ну вы серьезно, ну бесогон, все же знают, что это бесогон. Ну как бы, неужели у вас не выстраивается такая связка, что ходя туда, даже если вы считаете, что это какое-то индустриальное мероприятие, которое там поможет продвинуть ваши проекты, неужели вы не понимаете, какую цену вы платите, как бы солидаризируясь с людьми, которые это организовывают, которые занимают вполне последовательную, публичную, однозначную позицию, ну которую тяжело поддерживать, если ты нормальный человек. Для меня это было непонятно. Ну и короче, я сорвался вот в такую преисподнюю полную. Я такой, нет, я не хочу иметь ничего общего с этой профессией. Если она меняет людей вот так, если она заставляет их быть такими, все это ненавижу, я все это презираю, мне от всего этого больно, мне больно даже думать. Мне казалось, у меня даже не голова болит в тот момент, а просто мозг, он раскалывался у меня, то есть у меня крошилась картина мира. Я именно поэтому весь этот год проебал. Я просто ничего не делал. Я просто сидел в Стамбуле, общался с людьми. Ну возможно, кстати, это тоже важный опыт. Наверное, это был такой накопительный период. Но факт в том, что я потратил кучу денег, чтобы выжить в разных частях света, где меня кучу раз обманули мошенники. Все сделал неправильно, вот насколько возможно. Так кто ты теперь? Ты актер? Ты шоураннер? Ты недоучка? Скорее, это точнее всего меня описывает. Я папа меня в шутку называет дилетантом. Ну просто за что бы я ни взялся, у меня это иногда, ну на первых порах точно происходит как-то неловко, смешно и так далее. Я становлюсь героем комедийной какой-то истории. Нет, я писатель. Я хочу рассказывать истории, я хочу рассказывать про людей. Это то, что по-настоящему меня спасало все это время. То есть писатель книжки, не шоураннер сериалов, фильмов, короткометражек? Вот смотри, есть идентичность художник, но при этом называть себя художником может и музыкант, как Нойс, например. Да, и художник, который пишет, и артист, и поэт, кто угодно. Художник это скорее как бы призвание. Так же и здесь, как бы я чувствую, что я сюда пришел для того, чтобы быть писателем, но из-за того, что у нас технологическая революция случилась в начале столетия, то у меня есть куча вариантов, как эту писательскую идентичность, в какой профессии начать воплощать. Кино, сериалы, игры, то есть развлечения в этом смысле дают тебе больше возможностей вот прямо сейчас. То есть я читаю книги, печатные, но большинство людей уже не читают их либо читают в каком-то диджитал формате. Какая книга произвела на тебя самое большое впечатление в последнее время? Возвращение Будды Гайто Газданова и Черные лебеди, его рассказ. Вообще, я неожиданно открыл для себя этого писателя и как же я порадовался, что я его для себя открыл. Кто не знает, Гайто Газданов это писатель, который стал известен в эмиграции уже. У него, значит, такая судьба, что он в возрасте 16 лет присоединился к освободительной армии Деникина. Они там повоевали и отступали потом в Стамбул. Оттуда переехал в Париж. Он учился в Сорбоне, он преподавал русский-французский, он успел поработать ночным сторожем, мойщиком троллейбусов, водителем ночного такси, короче, ну разнорабочим. Ну и вот так на досуге для души сочинял романы уровня, я не знаю, Набокова. Все литературные критики, кто на тот момент знал о его существовании, ставили его вот в один такой канон с Набоковым, Буниным, иногда даже отдавая ему как бы пальму первенства, потому что Набоков все равно он увез имперство с собой с точки зрения тех критиков. Газданов, он все-таки, видимо, из-за того, что его социализация была сопряжена с тем, что он побывал на дне, он все-таки, несмотря на то, что он был умным человеком, очень интеллектуальным, экзистенциалистом по убеждениям, потому что у него там, как и у Камю, когда читаешь его книжку, он начал с одного, блядь, в конце страницы, он уже где-то в другом месте. Но я думаю, что он, знаешь, с позиции равного. Вот ты читаешь его рассказы, что бы он ни рассказывал, ты чувствуешь, что он и тебя читателя, и себя, и всех героев воспринимает как равных. И это такая уникальная для меня была интонация. Давно я ее не встречал. Плюс он еще, будучи молодым, так увлечен был темами смерти. Вот у него есть целый рассказ «Черные лебеди» про человека, который точно знал, когда он умрет, и не собирался менять своего решения. А что ты будешь делать, когда тебе не на что будет хейстить? Ну я на самом деле могу работать в черной, могу работать официантом, я могу пойти работать каким-нибудь преподом русского языка, я могу мыть тарелки. Для меня это было бы унизительно, и, наверное, я бы испытывал большое количество боли, что мне приходится применять таланты в свою жизнь таким образом. А что в этом унизительного? Да, наверное, ничего. Я, может быть, неправильно выразился. Унизительно, что я мог бы тратить свое время на то, что мне действительно важно, из чего я мог бы состояться как человек. А при такой жизни на это у меня бы было гораздо меньше времени, потому что смена в ресторане, когда ты там работаешь. Она, во-первых, энергозатратна, во-вторых, денег меньше приносит. То есть это одной работы не отделываешься. Это надо и посуду мыть, и русский язык преподавать. И, ну, как бы, у тебя не будет на это свободного времени, и получится по итогу такая непрожитая жизнь. Когда все хотел, 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 но согласился на что-то меньше, удобное прямо сейчас. По правде говоря, это самый большой страх. Я иногда в ужасе ночью просыпаюсь, думаю, а что я буду делать? Но, видимо, вселенная заботится обо мне. Каждый раз, когда я оказываюсь на грани такой ситуации, появляется какой-то неравнодушный человек, который говорит, а пойдем. И раз, меня еще на полгода этот вопрос отпадает. Но ты все время живешь пока в режиме отложенной жизни. Понятное дело, я учу язык, я постигаю культуру, я ограничен в перемещениях, я не могу вернуться на родину. Я не могу пока вот просто взять и сделать перенос как бы своей карьеры в какую-то новую почву, она неудобрена. Здесь меня никто не знает. Всем абсолютно похеру, кем я был до этого. Придется потратить какое-то время для того, чтобы проделать весь тот же самый путь, который я проделал в России. Вот я как в игре иногда, знаешь, ты попадаешь на какую-то спецкарту и тебе говорят, возвращайтесь, блядь, на поле вперед. Вот я вернулся на поле вперед. Обидно, очень обидно. Но что поделать, это, во-первых, мой выбор, а во-вторых, очень многие люди думают, что утрата комфорта неизбежно влечет за собой как бы утрату личности, утрату жизни. Мне кажется, это очень важное умение взрослого человека, не соглашаясь на зло, даже если оно является компромиссом для сохранения комфорта, чего бы это ни стоило уметь выстраивать себя заново. Потому что, если ты в чем-то по-настоящему хорош, если ты веришь в себя, сколько бы это ни заняло времени, это будет стоить того, это окупится. То, что ты так рано начал свой путь в кино, насколько, может быть, искорежила тебя как личность? Не знаю, как ответить тебе на этот вопрос корректно. Безусловно. Я думаю, что не снимаясь я в кино, моя жизнь сложилась бы как-то иначе. Лучше или хуже? Вот нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Потому что, ну а кто на него ответит? При этом, снимаясь, не могу сказать, что моя жизнь была невыносима. Просто какая доля здесь моего органического внутреннего характера, да, а какая доля влияния среды. Может быть, даже если бы я с детства хотел быть писателем, просто вместо актера писал бы, все равно бы написал что-то там в 14 лет, стал бы известен, но все равно то же самое все было бы просто в других предлагаемых обстоятельствах. Это никто не знает. Я пропустил детство. Это печально, оно дается один раз. То есть, когда все мои ровесники учились выживать на улицах, что-то там влюблялись, что-то делали, я находился в предлагаемых обстоятельствах, где-то в другом месте. Вот. И самое важное, наверное, что карьера в целом мне покорежила, ну, это ощущение своей истинной принадлежности. То есть, я с самого раннего детства, когда начал читать книжки, понял, что хочу делать что-то такое. Я еще не знал, там, это будут романы, сценарии, видеоигры, но мне, я понял сразу, я хочу рассказывать истории. Я помню, что с 11 до 13 лет я сидел на форуме начинающих писателей, там были книжные дуэли, когда задавалась тема, вас ставили в пару, и нужно было в кратчайшие сроки написать рассказ. У меня до сих пор где-то эти рассказы там на прозе Ру висят. С самого раннего детства делал эти попытки, и потом раз, вот меня Лукавый увел в сторону. Мама отвела тебя на кастинг? Ну, она видела, что там же это есть известная байка, что я что-то писал, что-то не получилось. Вот. И мама просто, чтобы как-то канализировать путь в качестве опции. Вот, а это опция. Горщизвестная байка это неправда, что ли? Ну, в смысле, она уже настолько давно это была, что уже не разобраться, как это было на самом деле. Ты написал рассказ? Да, у мамы на компе, вот что правда точно. Мама из-за того, что как-то не очень бережно отнеслась с этим компом, он подох. Наутро 100 страниц моей детской работы оказались. 100 страниц написал? Я 100 страниц написал, да. Я 3 месяца писал рассказ, фантастический, причем я помню, что на меня повлияла «Война миров» Герберта Уэлса, который я тогда прочитал, и фильм «Знамения» с Николасом Кейджем. Мне хотелось объединить эти идеи, что вот прилетели инопланетяне, которые потратили ресурсы на своей планете и так далее. Что-то такое там было. Ну и вот, да, но я так расстроился, потому что, ну, 100 страниц там. Вот. А мама просто, она уже училась, она подрабатывала, ходила на рекламные кастинги. Тогда в начале нулевых как будто бы это было модно, что ли. Так что, да, мама меня отвела на первую такую штуку, но я же, там есть еще важное уточнение. Год – это было ни о чем. Я ходил на первый кастинг – ничего. На второй – ничего. На третий, на четвертый – ничего. С пятого мне там повезло, меня на коллбек позвали. Это второй важный этап, когда тебя там из тысячи человек отсмотренных 10 выбирают, а ты попал в эту десятку. После него либо утверждение, либо нет. Вот несколько раз у меня были эти коллбеки, вот год уже я хожу, 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 хожу. У меня брат уже снялся в рекламе «Магия». Вот. А у меня что-то все никак. Я расстраивался, 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 а потом что-то я заболел, а мама говорит, у тебя коллбек, реклама МТС. Я говорю, я не поеду. Она говорит, точно? Я говорю, точно. Она говорит, может, ты был про фенчика? Я говорю, не, не, не хочу, я умирающий поэт. Это все не для меня. Ну, короче, она накачала меня в итоге таблетками, я поехал туда, и вот в полуобморочном состоянии, там был такой режиссер-американец Фрэнк. Я уверен, что он меня утвердил только потому, что он сказал, меня зовут Фрэнк, я говорю, о, это как герой Стэдхэма из «Перевозчика». Он на меня так странно пошел, что типа я знаю, я помню, как зовут герой Стэдхэма из «Перевозчика». Вот, и был коллбек, и они мне утвердили в эту рекламу МТС. А там уже, как обычно бывает, девочка-костюмер, которая тогда была, наверное, моя ровесница, она потом пошла работать на другой проект, у них кастинг ребенка. Ну, вот где ребенка? В «Щуке» ты найдешь? Где? Десятилетнего, двенадцатилетнего. Он говорит, о, у меня есть пацан, только что с ним работал, позовите его. Они меня позвали, и я получил роль. А дальше оно просто уже накатом шло. Ну, когда в детстве ты попадаешь в эту индустрию, она откладывает определенный отпечаток. Тебя все любят по работе. Меня начало это откладывать, когда я вступил в подростковый возраст. Когда вообще в мозгу появились такие понятия, как амбиции и так далее. Когда я был ребенком, чуть меньше меня это волновало, потому что это была просто какая-то деятельность, которая была супер мне неведома. То есть я поначалу очень быстро сокращал пространство, вот эту дистанцию между совсем ничего не знаю, да знаю хоть чуть-чуть. Знаю хоть чуть-чуть, знаю много там, могу много и так далее. Вот оно пока сокращалось, было очень интересно этим заниматься. А потом просто инерция. Вот я стал подростком, я начал нравиться девочкам. Мне начало нравиться, что я нравлюсь девочкам. Уже было тяжело отказаться от такой жизни. Я, честно говоря, вот даже смотрю, и даже я не понимаю, в какой момент все пошло не так. У меня только одно предположение, мне кажется, с Ивановыми. Это так странно, потому что это мой самый известный для любого россиянина проект. Я знаю кучу людей, которые считают, что это вообще лучшее, что можно посмотреть после тяжелого рабочего дня и получить удовольствие. Я просто не совпадаю с этими людьми по художественным предпочтениям, а когда выбирал этот проект, ориентировался не на художественные предпочтения. А на что? На деньги. В этом была моя ошибка. Но этот проект ты выбирал сам, самостоятельно, это никто за тебя не решил. Я всегда советую с отцом, с семьей, кому доверяю. Но все решения мне всегда приходилось принимать самому. Ты мог уйти из этого проекта тогда, когда ты решил, что все, хватит? Конечно, мог. Ну, в смысле, я принимал решения самостоятельно. Ничего лучше у меня в тот момент не было. То есть, это не был вопрос, что я даже какую-то альтернативу, знаешь, не ту выбрал. Это правда, что твой первый секс в кино случился до того, как у тебя в жизни случились отношения с девушкой? У меня много с чем так было, на самом деле. Ну, начнем с базы. Для того, чтобы сыграть бомжа, не обязательно с бомжами лежать там, актерское мастерство им. Подразумевать собой веру в предлагаемые обстоятельства. Понятно, что ресерч какой-то все равно необходим. Но я имею в виду, что вот когда от меня требовались эти вещи, там, играть любовь, когда у меня она еще не случилась, или проявлять какое-то сексуальное поведение, когда у меня еще на самом деле не так много в этом опыта, это было довольно забавно, потому что это была параллельная жизнь. То есть мои герои, старше меня, уже оказывались в таких ситуациях. И мне нужно было фантазировать и находить себя в этих ситуациях. И забавным образом, знаешь, многие люди в жизни нормально, вот если бы в кино надо было бы сделать, они переживали бы там, как я получусь. А у меня наоборот ровно было. То есть я в кино переживал просто не умею. А в жизни, поскольку уже этот опыт получил, пусть эффективно, но я уже как бы психика подготовила себя. Поэтому когда в жизни я уже такой, а, я это уже играл. Друзья, ну тебе как-то объясняли? Да нет, слушай, на самом деле подростки, даже если у них нету секса в прямую, ну сексуальное поведение проявляется там с какого-то возраста. Оно много от чего зависит. Не знаю, от кумиров, от того, как ведут себя родители, от того, как ведут друзья, сверстники, смотришь ли ты порно, например. Потому что вот один из моих любимых фильмов «Ночи в стиле Буги» Пола Томаса Андерсона, он же это и следует. Каким образом идеал красоты подменился идеалом порнографическим? В какой момент все захотели стать сисястыми, накачанными и так далее? Почему вдруг мы решили, что это какое-то идеальное воплощение сексуальности? Вот. Я думаю, много от чего зависит. Но вот у меня какая-то вот такая матрешка мне выпала, что что-то я все-таки понимал, чувствовал, ощущал и мог воспроизвести. Вот. Ну я знаю, о какой картине идет речь, там все очень достоверно. Ну про что ты говоришь? У Ангела Ангина. Нет, кстати, у Ангела Ангина у меня уже были кое-какие опыты, просто они были, скажем так, нерегулярные и не то чтобы какие-то удачные. У нас же есть сцена в «Хорошем мальчике», там, когда я с учительницей мы целуемся. Это не совсем секс, но с женщиной взрослой вот ты целовалась, у меня друзья тоже не целовался. А я целовался с Евой Андре-Вайта, которая играла. Причем там на кастинге я целовался и с Ходченко, ну короче, много кто там был. А с Евой мы такой классный поцелуй сделали. Вася пришел, говорит, ну пускай чмокнутся, чтобы нам не дали 18+. Вот тогда уже стало понятно, что он хочет сгладить все то, что нам больше всего нравится пройти истории. У Ангела Ангина там, да там же тоже, на самом деле, там же нету, там прелюдия, там страстные поцелуи и дальше... Ну это иногда бывает важнее и мне кажется, что невозможно сыграть, если ты вообще не представляешь, о чем тут речь. Я представлял, безусловно представлял. Более того, я думал, так, ладно, не повезло в жизни, повезет в кино, здесь не скажут мне. Ладно, я шучу. Я имею в виду, что... Мне даже страшно тогда не было, когда мы снимали эту сцену. Вот я помню хорошо, как мы ее снимали, я помню ту квартиру питерскую. У меня очень хорошая партнерша была Маша Крылова, она была чуть постарше меня, но она была такой светлый человек. К ней очень легко было обнаружить близость даже просто человеческую. Мы просто сразу с ней подружились и находились в какой-то связи ради этого фильма. Просто эмоциональный. Может такое случиться, что у человека, который вырастает в условиях съемочного процесса, нет представления о том, какой бывает на самом деле жизнь. И большинство детей, которые вырастут на площадках, очень тяжело переживают этот самый кризис взросления. Это алкоголь, наркотики, уход в какую-то параллельную реальность у Макалей Калтера. Действительно, у меня не было никаких реальных знаний о том, что это за мир, в котором я живу до определенного момента. Я бы сказал, что лет до 20, то есть до ковида. Вот ковид очень... Я прям проснулся. Я думаю, что многие мои коллеги и друзья просто не поняли, как сильно мне прыжгло в жопу. Потому что я никогда ничего до этого подобного не испытывал. И вряд ли потрясение, с которым я столкнулся, когда мир встал на паузу, когда я сидел дома, смотрел в окно. А, кончились твои съемочки? Во-первых, кончились съемочки. Это был первый раз в такой жизни, еще даже до Навального. Во-вторых, кончились съемочки, кончился вот этот ринг. Ты сидишь, смотришь в окно и думаешь, так, что за улица, что за стройка, что за люди. Видишь лица этих людей. У папы с бизнесом проблема. У Татуловы отжали ее Андерсон. Какая-то самоизоляция. Денег никто не хочет. То есть, никакой ответственности государство на себя брать не хочет. Просто сидите дома, не работайте. Ответов ни от кого невозможно добиться никаких. Менты просто. Люди выходят с собаками, бьют, забирают в отделение. Какая-то жесть творится вокруг тебя. И это был первый раз, когда я обратил внимание. Тут еще, наверное, не в последнюю очередь сыграло то, что ковидное время это время моего ретрита. Это вот я бросил наркотики. Вот первые полгода, когда ты из параллельной реальности возвращаешься и такой вот так это все было. Вот. И оказывается, отчего бежал. У меня в целом тогда какая-то появилась внутренняя потребность вообще отказаться от имиджа. И хорошего мальчика, и естественного чувака просто я уже не мог это все выносить. Подожди, а если вернуться чуть-чуть назад, в какой момент это получается, что чуть-чуть наркотиков вроде ерунда, а потом тебе там лучше, чем без них? Триггер должен быть для этого? Ну, там было много триггеров. Я стараюсь быть откровенным с тобой, но просто там есть какие-то вещи, в которые вовлечен не только я. Поэтому я постараюсь максимально аккуратно, но полно ответить на этот вопрос. У меня было несколько триггеров. Во-первых, отсутствие работы, которой я бы гордился. Для меня это, видимо, какая-то необходимая была ценность. У меня были только Ивановы, и мне перестали предлагать какие-то значимые для самореализации роли. То есть ты не хотел оставаться мальчиком из сериала? Именно. Но при этом я становиться не мог, потому что, а что я еще умею? Денежки-то капают. Второй момент – личные отношения. Чаще всего становится триггером. Ну, взрослые люди просто расходятся. Люди менее зрелые совершают какую-то ошибку. Я попал в их число. А третий момент – в целом кризис идентичности, потому что это вот ты то ли Сеня, то ли Сема, то ли Сэм, то ли артист, то ли писатель, то ли хуй с горы. То есть, ну, у тебя такая мешанина в голове, и ты совершенно точки опоры не можешь обнаружить, потому что я как-то стремился вот к какой-то все время независимости, взрослости, а по факту, когда с ней столкнулся, оказалось, что я к ней не готов, у меня нет никаких реальных знаний. Это они сейчас уже есть, а тогда-то не было. Вот. Ну, и плюс еще, конечно, полное непонимание того, как устроены механизмы эти. То есть, ну, при том, что у меня в семье никто не употреблял наркотики, то есть у меня никогда не было там какого-то негативного примера в этом смысле. Даже не пил никто, на самом деле. Как будто бы это, знаешь, произошло вот как. Сначала ты воспринимаешь это как... Какую бы аналогию привести? Ну, вот выиграешь какой-то бонус, знаешь, типа, о, можно здесь сократить. Но потом просто в какой-то момент это превращается из тактического решения в стратегическое. Вот я про что, понимаешь? Можно ли сказать, что система, вот такая патагонная система сериальная, в которой у продюсеров и у ассистентов артиста есть значение, чтобы он вышел в кадр, она скорее способствует тому, чтобы человек торчал? С моей точки зрения, да. Я знаю очень мало людей, которые бы могли, вот как ни в чем не бывало, экологично проживать свои вообще эмоции, драмы. Это практически невозможно. То есть, ну, у всех умирают родственники, всем бывает просто плохо. У всех там бывает, что нет настроения. Понятно, что актер это человек, которому платят за то, чтобы он мог, будучи профессионалом, преодолеть это все и в момент, когда от него это требуется, быть кем-то другим. Но сериал, 20 серий, снимается до 5 месяцев, 6 дней в неделю, 12 часов в день. Я вот когда на Ивановых снимался, я к вечеру, при том, что я сыграл эту сцену, я не помнил, что была за сцена. Не то, что текст, я просто не помнил, про что она была. Ну, просто, типа, у тебя 25 сцен в день, и ты к вечеру такой с Лешей Лукиной, что мы утром снимали? И он такой, не помнишь. Мозг просто, это все. А эти сериалы, это вообще не про актерскую профессию, это просто про выносливость? С моей точки зрения, вообще ничего общего с актерской профессией это не имеет. Если это не имеет ничего общего с попыткой изобразить реальных людей с реальными проблемами, а я думаю, мы с тобой вдвоем понимаем, какие реальные проблемы существуют в России. Это от лукавого, это не про актерскую... Ты играешь фальшивых людей. Да, ты играешь, ну, то есть фактически механизм твоей профессии, он соблюдается, но меня бы это не смогло зажигать. Ну, а ты тогда это не понимал? Я все понимал, мне не хватало смелости. Я поэтому называю это малодушием, я поэтому сейчас очень тяжело мне в целом... Потому что я понимаю, что в этом нет преступления, но малодушие, это как бы, ну... не преступление. Было хорошо, деньги платили, можно было жить независимо от родителей, люди узнавали. А то, что там настроение плохое и желание пить алкоголь и употреблять наркотики растет кратно, ну, это... Вроде так все живут, думаю я. Потом, когда просто хватает тебе первый раз в жизни храбрости для того, чтобы быть собой, сказать то, что ты на самом деле думаешь или повести себя так, как всегда хотелось. Знаешь, вот в фильмах про личность и успех, я не помню, может быть даже с Джумом Керри там всегда говори да или там, не знаю, с Беном Стиллером, всегда есть такой момент, когда ты такой, да пошло все нахуй, я тебя ненавижу, тебя ненавижу, вы все пидорасы. В этом гораздо больше правды, чем, знаешь, в каком-то... Когда ты себя под ноготь загоняешь и... Ну, это уже не ты. Потому что люди, даже если они хорошие, ну, вряд ли с тобой в гроб лягут, да? Ты же лягешь туда один со своими какими-то переживаниями, поэтому, мне кажется, слишком переоценивают люди значение того, что другие люди вообще могут о них подумать и так далее. Иными словами, внутри работы тебя никто не останавливал и никого не смущало это? Ну, наверное, видно было, но, видимо, да, видимо, всех это... Не знаю, кстати, не знаю. Для меня это немножко болезненно, потому что я-то вижу, конечно, что я очень хуево выглядел. Родителям это видно, там, каким-то близким друзьям видно, но здесь люди, либо для них это, ну, супер не сюрприз, потому что они уже снимали сериалы и знают, как это устроено, видимо. Либо реально не замечали. Знаешь же, это же тоже на примере войны. Да, есть какая-то проблема, но относится ли она к нам настолько, чтобы каким-то образом обращать на это внимание? Нет, мы не знаем. Единственный человек, который мне помог в этой ситуации, это мой папа. Потому что папа всегда был безусловный авторитет, но потом его авторитет надломился закономерным образом, просто потому что я подумал, что я круче, как бывает у любого подростка. А потом я вдруг понял, что нет, нет. Я позвонил папе, сказал, да, у меня проблемы. Сказал, забей, все нормально, поехали, я тебя куда-нибудь свожу. И мы с ним поехали, я еще, я помню, было так стыдно, я ему говорил, бать, 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 у меня есть деньги, давай я в рехаб лягу. Он говорит, на хера ты будешь это? Говорит, у тебя же виза в Нью-Йорке есть? Я говорю, да. Он говорит, и у меня есть. Я говорю, да. Он говорит, я ни копейки не плачу, а ты меня везешь в Нью-Йорк. Я говорю, зачем? Большой мир и сколько в нем интересного. Я приехал в Большой Нью-Йорк, я сидел, медитировал на могиле Довлатова, потому что я тогда, ну, как только ты бросаешь наркотики, у тебя первое, что включается, это физуха, одышка, панические всякие штуки. То есть я медитировал много, работал с дыханием. Вот я сидел на могиле Довлатова, передо мной камень этот был, и я наполнялся. Потом я был в доме, где жил Бродский, много чего-то посмотрел в этом Нью-Йорке, он такой большой, такой красивый. Я подумал, господи, на что я себя растрачиваю? Нет, так больше в моей жизни не будет. То есть тебе удалось выйти из этого без врачей, без медикаментов, без психологов и психиатров? У меня было забавно, потому что я все-таки полежал в рехабе неделю. Перед этим, перед этим. В чем прикол? Наркоманы, они же самый упорный народ. Их упорство бы, да, в правильное русло, но видишь, они упорно продолжат употреблять. Короче, я лег в рехаб, потому что это было определенное условие от человека, с которым я был близок. Но я подумал, что нет, долго я там не хочу оставаться, просят, я на недельку заеду. Но самое забавное, что я заехал туда на неделю, и все эти инструменты, которые мне там дали, они потом очень мне пригодились. Несмотря на то, что фактически, когда я вышел, я все равно продолжил несколько месяцев, но потом, когда решение действительно было принято, только то, что мне там дали, мне в целом и помогло. Есть классный инструмент, только не сегодня называется. Ты ни за что себя не ругаешь, но просто у тебя появляется там тяга или еще что-то, алкоголикам может помочь. Ты говоришь себе, завтра будет хотеться, я пойду куплю бутылку водки. То есть просто не сегодня. Вот ради себя не сегодня. И все. А это не сегодня, и завтра не сегодня, и послезавтра не сегодня. Вот в чем здесь логика. Если навязчивые мысли говоришь, я подумал об этом через 5 минут, через 5 минут, говоришь, через 10. И все, ты просто отодвигаешь, отодвигаешь, пока воздействие навязчивое всего этого не ослабится. Я потом еще к психологу тоже ходил, но не по этому вопросу, потому что это, знаешь, было забавно. Я не знаю, можно ли таким дианоном заниматься. Ну, короче, я лежал в рехабе с одним тоже довольно известным человеком. Он говорит, ты здесь как? Я говорю, я как наркоман. Он говорит, ты какой-то лох. Я говорю, в смысле? Он говорит, я просто как невротик заехал. Ну, я потом лечился, я ходил к психологу именно с невротическими всякими вещами, иметь дело, да. Но, смотри, тяга к саморазрушению остановилась. Я имею в виду, что у меня гораздо больше сейчас амбиций создавать и у меня гораздо больше чувствую силы, отвечая за свои состояния, за свои эмоции и вообще за то, кто я такой. Ты хочешь сказать, что вот эти почти два года войны у тебя ни разу не было желания чем-нибудь закинуться и просто вообще ничего этого не было? Я пил много. Наркоманам вообще нельзя пить. Это одно и то же. Я пил. Ну, короче, если там совсем беспросветно все было, просто потому что это вот ты, когда встаешь первый раз на эти лыжи, у тебя же нет еще никакой навигации внутренней. Ты не понимаешь, как остановить, как попросить помощи. Ну, нет у тебя этого просто опыта. Когда он у тебя уже есть, но ты чувствуешь, ну, где ты переборщил. Ну, то есть бывает такой момент, что перепил, на утро тебе стыдно и плохо и ругался с кем-то, спорил о войне. Думаешь, все, нельзя мне больше пить. Ну, и не пьешь, пока бунт Пригожина следующий не происходит. Ты знаешь, меня очень в этом смысле вдохновляет Яна Троянова. Я посмотрел ее на Дзюю Дудя. Я считаю, что об этом нужно говорить честно и открыто, потому что у науки нет ответа, как помогать людям вроде нас. Ты так себя обобщаешь с Яной, то есть ты про себя понимаешь, что ты... Более широкое понятие называется зависимый человек. Тут бывают люди, у которых были хорошие семьи, которых любили никогда никакого насилия, они впадают в зависимость. Есть люди, которых не любили, били, они впадают в зависимость. Есть люди, всю жизнь занимающиеся спортом, там, видящие себя спортом, они впадают в зависимость. Понимаешь, тут это что-то другое. Здесь какой-то другой механизм работает. У науки нет четкого выработанного ответа, как помогать людям вроде нас. Поэтому я вижу свою задачу вот в чем. У меня был этот опыт. Я могу снизить градус общественного давления на эту категорию людей, потому что люди меня любят, любят как артисты. Они видят наверняка в этом интервью, что я искренен, они видят, что я не воровал ни у кого сумки, ни повень. Вот эти все стереотипы у них в этот момент по идее рассыпаются. И по идее у них должно что-то вроде эмпатии срабатывать в отношении меня. Даже если они никогда не употребляли, они думают, блин, наверное, если бы я был в такой ситуации, ну, мне было бы хуже или так же плохо. Это то, чего глобально я хочу добиться в целом для людей, которые страдают от этого. Потому что, безусловно, я считаю, что надо наказывать тех наркоманов, которые украли. Не за то, что наркоманы, за то, что украли. Наркоманов, которые убили. Не за то, что... А потому что убили. Наказывать людей за то, что они не могут справиться со своими эмоциями, не могут интегрироваться в общество там или оказываться слабее и уязвимее, чем кто-либо. Причем наказывать так, как наказывают в России. Я думаю, мы еще не одно поколение будем отмываться от этого. Потому что какое количество молодых людей сидит за хранение марихуаны 8 лет когда за убийство дают 5 по всей россии это навсегда сломанная жизнь не марихуана тюрьма за хранение это немыслимо нас политика нулевой терпимости к наркотикам а у меня наоборот у меня политика нулевой терпимости к войне я считаю что я в этом отношении более здоровый человек чем все те кто поддерживает вот такие вещи огромное количество вот смотри здесь в барселоне несмотря на то что есть пути бездомных каких-то сумасшедших людей тут есть люди которые предлагают тебе крэк просто бездомные ну вообще повсюду на пляже ночью да несмотря на все это я не чувствую здесь такого общественного давления на эту категорию людей то есть менты все равно они видят что ну кто-то что-то навязчиво там они пойдут поговорят с человеком увезут его выписать штраф там и так далее здесь в барселоне есть центр куда люди для того чтобы не пугать детей старушек никого отца в подъездах и так далее могли прийти и употребить там в кругу таких же как они получить психологическую помощь получить какие-то салфетки чистые шприцы чтобы разгрузить медицинскую систему чтобы разгрузить правоохранительную систему чтобы не мелькать на глазах у людей кому это неприятно и так далее не ходил посмотреть ни разу не ходил но я здесь есть каталонский вестник такой телеграм-канал они довольно подробно как бы там рассказывали что эта инициатива есть довольно лояльное отношение в целом то есть тут есть кофешопа продается марихуана и так далее нулевая терпимость к убийству там таким вещам поэтому конечно в россии мне было очень тяжело ненавижу полицию ненавижу ментов российских даже если они глубоко внутри себя хорошие люди я слабо себе это представляю но вдруг то есть они просто заложники системы они тоже должны выполнять какую-то свою работу им нет прощения никого из них даже если они выпадут на колени я не прощу потому что я знаю какое количество людей они травмировали своим поведением а тебя и меня в том числе я не говорю про лишение свободы именно травмировали и нет ни одной институции нет ни одного человека который мог бы тебя защитить если ты сталкиваешься с ними один на один они тебе лично что-то делали да меня однажды поймали даже были не менты это были росгвардейцы это был сам разгар моего падения вниз и меня было кое-что с собой да и они меня значит остановили где-то какой-то лесополосе говорят куда идешь я говорю туда то они такие смотрят на меня и вот даже я не успеваю сделать вздох и у меня на руке защелкивается обруч наручника он говорит о пойдем с нами зачем ну а что вдруг у тебя там есть что-то а нам как раз это что-то типа конец ноября был готова с новый год скоро там надо закрывать все очень веселились они очень веселые были я говорю но у меня ничего нет они говорят по тебе видно что есть я говорю да нет ну ты знаю в отделе чего ты не переживай ну и тащит меня знаешь так типа немножко ну давай заговорю про деньги не будем тащить а еще прикол вот в чем они же меня не узнали поначалу я вообще был какой-то хер для них бледного вида вот и потом когда зашел разговор про деньги это откуда у тебя столько денег игры я артист они загуглики и вот что-то он такое сказал я не помню что именно но это была та же интонация как на видео с рома с ромой зверем вот это пони братское ну и артисты блять народ такой да вот тоже вот точно вот таким же интонацией тот мент что-то сказал такое и я чувствовал что он имеет ввиду он имеет ввиду что типа вот ты был артист а вот теперь ты к нам попался и все ты хуй с горы вот если бы ты со мной с нами сейчас не договорился твоя жизнь была бы сломлена за бабка договорился да да они меня отпустили причем я уверен что у тебя что было с собой да я дуралей я очень боялся что если меня привезут в отдел мне не только то что было они еще и подкинут еще и на бутылку посадят потому что тогда уже были эти все кейсы мы в целом однажды у меня была такая ситуация что мы с анитой тогда еще моя девушка и мы пили с друзьями а у них же по пятницам рейды я у меня в яндекс такси накопились баллы я думаю о приедет mercedes ну типа баллы потратить закал эту машину мы заезжаем какую-то эстакаду там уже не стоят значит там и пьяненькие такие друг у друга на плече спим значит и он ставит тачку вот так я опускаю стекло и мент эти клянусь вот так вот руки кладет вот так вот на стекло смотрит на меня говорит но как дела как здоровье вот прямо так я говорю зашибись все окей он говорит точно я груда ну когда чё подруга твоя лежит в трубе но выпили ну давай иди сюда посмотрим как вы выпили и только он уже собирается открывать дверь чтобы я выходил к нему подлетает какой-то его кореш говорит это же ты на меня говорит я говорю наверное я угадаты ты серёга это он и дальше вот какая история вот тоже компромисс за который я себя ненавижу он говорит давай сфоткаемся условия задачи я ненавижу ментов презираю их за то что они делают и т.д. и т.п. но при этом если я сейчас не выйду и не сфотографирую с ним даже при условии что нас ничего нет мы просто едем пьяный наша жизнь ухудшится на ближайшие четыре часа сто процентов что намерение серьезное а тут он еще и обидится что я ему отказал и короче я подумал что разумно будет сыграть с ними в эту игру и вот дальше комедия мы с ним выходим на эту стакаду где они стоят его кореш пытается нас вот так вот найти кадр он говорит давай не на этот фон там там гена кого-то обыскивает давай отсюда будет там миши обыскивают короче мы не нашли поначалу ни одной стороны на которую бы их коллеги бы уже бы кого-то не обыскивали и не прессовали бы там на этой стакаде потому что тут прям пять машин это был пятничный какой-то ночной рейд да вот все фоны которые нам были доступны для фотоснимка для дочки да они все были заполнены вот этой их работой не знаю может быть я резок в отношении может они меня также не любят тогда это взаимно по ночам тебе снится иногда что ты не соскочил слушай мне много что снится у меня вообще такое очень деликатное интимное отношение с собственным внутренним миром и с нами бессознательными вещами мне много что снится много из этого на навевает тревогу заставляет меня нервничать переживать мне снится это мне снится что в мой дом прилетела ракета мне снится что я иду по москве которая пылает мне снится что я не встречусь больше с друзьями много чего снится вот это все новый район называться эль-клод здесь есть музей дизайна и там довольно подробно рассказывается что этот район начал благораживаться в 92 году когда здесь были олимпийские игры он еще пока не такой не очень заселенные и кстати это вот прям такой островок зелености в барселоне просто барселона она такая немножко пустынная каменистая вот что-то такое вот здесь есть такое ощущение оазиса я прихожу сюда почитать посидеть на пледике что-то помечтать как вообще устроены твои дни в барселоне что ты делаешь пять дней в неделе четыре часа в день я учу испанский с 13 30 до 17 30 из-за того что у меня нет возможности работать именно зарабатывать деньги я стал чаще соглашаться на всякие благотворительные некоммерческие инициативы я здесь познакомился с девочкой зовут мила никольская научилась у юрия муравицкого театре док там играла и так далее мы здесь пытались сделать читку вербатимов который она увезла с собой из россии потом я помогал жене потом я значит все остальное время я писал свои сценарии за это время я успел написать один полнометражный один написал короткометражку на английском я собираюсь ее снимать что еще с друзьями встречаемся пьем пиво играем в падаль я очень полюбил падаль испанская такая национальная забава но здесь все кого я знаю здесь вот мне кажется даже если у тебя какая-то за job opportunity то есть у тебя вот хотят посмотреть вообще какой-то тебя позовут играть падаль до чтобы по время игры в падали собственно посоле ну какой-то командный игрок там вот у меня вдруг работает стартапе у них тимбилдинг они ходят на падаль бильярд на сапах ну то есть им для них это очень важно ты женился весной 2022 года и ты сопроводил таким комментарием что вроде как будто бы ты женился благодаря путину причем здесь путин я вообще не люблю вот эту всю официальщину вот вообще то есть у меня меня с женой бывают конфликты потому что я не люблю канонический день рождения когда шарики приходят ну просто я ненавижу новый год вот просто как праздник я просто его терпеть не могу еще самого детства когда мы вроде должны праздновать при этом нельзя вот до 12 ну почему блядь и все время люди не отдыхают мать горбатится у плиты чтобы гости все пришли сожрали кучу посуду мыть и все ждут путина пока он что-то там скажет я в детстве вообще это все выкупить не мог вот поэтому я был подожди у тебя никто никогда не выступал по телевизору кроме путина да вообще никто никогда медведев на его не помню вал моя жизнь это путин заголовок это интервью ну вот и короче я был противником женить бы как таковой у меня поэтому очень многие мои отношения до этого не складывались потому что вот я видел какое количество взрослых людей даже если они женились и узаконили отношения насколько они могут быть неверными так далее ну что это вообще влияет я никогда это не понимал мне казалось если ты смотришь в суть и так все понятно ты с человеком либо хочешь быть либо не хочешь дальше вопрос как бы общей договоренности в общем когда случилась война мне стало очевидно что я буду уезжать мне казалось что все гораздо быстрее рухнет все что я люблю если не мобилизация то украинцы начнут отвечать быстрее если начнут отвечать то просто не просто будут рассказывать истории но я не мог представить что все это так адаптируется превратиться в такое цивилизованное людоедство этого я не мог себе представить что так будет я помню я подошел к нити говорю я собираюсь уезжать понятно игру хочешь со мной а когда игру тогда пойдем жениться мы залезли на госуслуги мы посмотрели сколько ждать а там два месяца блять очередь но видимо все побежали жениться нас нет столько времени есть такая опция никогда не знал вас могут поженить в загсе вот касты тетушка как в море корабли что ваши паруса наполняла любовь объявляют а можно в фц то есть ты прям выбираешь функция на карте приходишь условленный день тебе просто выдают сертификат говорят ну с богом блять и вы уходите мы выбрали такую опцию вот но месяц ждали ровно пока до нас зайдет очередь красивые пришли отыграли супер маленькую такую свадьбу для друзей причем договорились что годовщины будем широко отпраздновать то что в них больше как бы символизма и и смысла пока и вот не получается по понятным причинам путина я благодарил только в том смысле что это была такая . после которой мне нужно было очень радикально и серьезно менять жизнь то есть принимать какое-то решение у которого будут очень далеко идущие последствия и мне нужно было понять как бы вот начинается это приключение я туда иду один я иду туда с кем-то если иду с кем-то то с кем и ради чего и что мы планируем сделать и вот ну это наверное будет звучать странно но наверное если бы такого пинка под зад не получил я не знаю как сложила бы моя жизнь хороший муж ну я надеюсь да я точно хороший муж потому что и нам очень нравится жить в европе потому что мы я думаю ты скажешь нам очень нравится жить вместе во первых мы нам очень нравится жить вместе нам очень нравится жить вместе в европе потому что в первую очередь я хороший друг мы с анитой вместе делаем творческие проекты мы вместе живем мы входим в кино мы завели кошку, мы много всего делаем, и она не рабыня. Она не готовит мне постоянно еду, стирает, она занимается своими проектами. Когда она занимается своими проектами, я все это делаю за нее, потому что это честно. Я кормлю кошку, я ее опять там мою, потому что ее надо мыть, это сфинкс. Я мою посуду, я готовлю себе еду на завтрак, обед, ей еще на ужин. Она мне может что-то поручить по ее проектам, я поеду все это сделаю. И она тоже самое делает для меня, когда мне это нужно, и нам не нужно об этом дополнительно сидеть и договариваться. Это какая-то вещь, которая самостоятельно происходит, это то, чего у меня никогда не было до этого. А детей? Ну, я не знаю, как бы я просто не хочу подставить Аниту, но вообще мы с ней одинаково на это смотрим. Я воспринимаю этот мир глубоко небезопасным, поскольку я отвечаю за самого себя, я не хочу подставить своего нового друга, привести его на тусовку к очень хуевым людям и сказать, а вот извини, теперь разбирайся сам. Я знаю, что вряд ли наставит момент, когда я буду считать иначе, то есть мне все, у кого есть дети, говорят, это не так работает, они просто появлялись в какой-то момент и все. Но просто сейчас точно не этот момент. Вот что могу сказать 100%. Может быть это какая-то влажная мечта, но мне все-таки хочется, чтобы я в момент, когда мне появится ребенок, мог поставить на паузу карьеру и то детство, которое у меня не было, возможно с ним заново провести. Я хочу сделать так, чтобы в тот момент, когда он у меня появился, чтобы я не был тем отцом, который ищет время на тебя, занимаясь работой. Нет, я хочу быть отцом, который, если ему надо, там ищет время на работу, и то не всегда, все остальное время проводят с тобой, потому что ты этого заслуживаешь. Я заметила, что Барселона – это город скамеек, мы сидим на каких-то очень прикольных одиночных скамейках, я таких вообще не видел. Это, я думаю, часть программы заботы о местных сеньорах, то есть взрослых, пожилых людях. Здесь вообще в этом смысле… Ну, я сталкивался с уникальными вещами. Здесь есть волонтерская программа, когда у тебя есть какие-то городские мероприятия, крупные фестивали, там, карнавалы и так далее. И волонтеры, молодые ребята берут электровелосипеды с колясками, и они распределяются между взрослыми людьми по району. Те, видимо, заполняют заявки, они заезжают за ними на велосипедах, привозят, те там тут-с-тут-с-тут и отвозят их домой. Ну, ладно. Да, да. Каждый автобус оборудован пандусом автоматическим, потому что очень много инвалидов, и вот мы буквально недалеко, вчера ехали в метро с женой, и в очередной раз был человек на коляске, и мы такие, блин, их тут так много. Как бы у тебя не сложилась жизнь, ты равноправный гражданин, владелец этого города. Это правда, что за фильм «Хороший мальчик» ты пытался побороться с продюсерами? У фильма в итоге продюсерский финал, а не режиссерский? Там была такая история, что мы сняли фильм, вот, и он оказался совершенно не таким, каким хотелось продюсерам. А в чем разница? В том, что они хотели, чтобы это было не авторское женское кино, драма взросления, чтобы это был такой миллионер из трущоб, где все танцуют, поют, а весь драматизм завязан вокруг четырех вариантов ответа. Оксана, как порядочный режиссер, пыталась соответствовать их ожиданиям. А потом мы с ней находились в близком контакте, и она мне сказала, что они вообще ничем не довольны, они полностью хотят переделать финал. А самое ужасное, что отстраняет ее от озвучания фильма, потому что она профнепригодный режиссер, потратила их деньги на какую-то хуйню, сняла какую-то хуйню и так далее. И я помню, я так выбесился, потому что Оксана была вообще первым режиссером в моей жизни, которая со мной общалась как со взрослым артистом, и которая привела меня в этот проект, и вся наша коммуникация с ней выстраивалась таким образом, что вот мне 16 лет, а она общается со мной как с Михаила Олеговичем Ефремовым. Очень деликатно, очень тонко, не пытаясь давить, манипулировать. Знаешь же, дети как собаки, есть такое мнение, что надо, чтобы он плакал, нари на него. У меня была такая, на самом деле, ситуация в глубоком детстве, я не мог расплакаться, когда мы снимали частое «Пионерская» и «Карпеловский» режиссер фильма. Вышел, сказал, Сень, ну, наверное, другого артиста мне надо было утвердить, представляешь? И я расплакался, он такой, все, снято. Ну вот, Оксана так не делала. Вот, и мне было так оскорбительно за нее, потому что мало того, что она, ну, как бы персонально, как режиссер мне показалось, вот, в связке с артистом, да, глубоким человеком, она еще и на площадке, то есть я впервые работал с женщиной-режиссером, я впервые видел вообще, как по-другому может сниматься кино, как она была влюблена в кино. Меня безумно бесил Вася Соловьев вот просто всей своей манерой, для меня вот что в 15 лет, что сейчас не существует авторитетов, оторванных от поступков. Он очень хотел, чтобы я его уважал за то, что он там комментировал теннис, видимо, когда-то полжизни, но чисто по-человечески, блядь, я вообще не мог с ним ни на площадке, нигде, я вообще не понимал, почему этот человек хочет сделать вот такой фильм, для чего ему это, непонятно. Вот, и да, и когда она мне это сказала, я прям написал Васе, он говорит, слушай, ну, пойдем встретимся, и мы с ним встретились, я его спрашиваю. Он с тобой встречался как с малышом? Нет, он соглашался со мной встретиться как взрослый, но в момент встречи, безусловно, Семен, ну ты, ты понимаешь, я говорю, я все понимаю, как мы будем озвучивать без режиссера фильм. Он говорит, ну, видишь, тут режиссер, режиссеру рознь, все-таки бывают режиссеры. Я говорю, понятно, но вот у нас сейчас озвучка, у меня через неделю вы забронировали даты, что Оксаны там не будет? Ты будешь сидеть мне говорить, как переозвучивать или что, как ты планируешь это сделать? Он говорит, ну, есть же другие режиссеры. А, я говорю, то есть вот человек, ну, придумал фильм, он его сделал, он за него отвечает, и ты сейчас просто какого-то другого хочешь поставить? Он говорит, ну, я же продюсер. Короче, я с ним не то чтобы прям ругался, но да, я чувствовал, что я вправе так поступить, я так поступал. И по итогу, почему Оксана вернули на озвучку, что еще Хабенский там сказал, что я не буду без режиссера ничего озвучивать. Раз уж Хабенский сказал, ну, видимо, надо вернуть. Они, видимо, так рассудили. То, что в российском кино продюсер важнее любого человека на площадке, и, в общем, в основном мы имеем дело с продюсерским кином, даже если порой он называется авторским. Какой это отпечаток накладывает на людей в индустрии? Вот в чем проблема. Я недавно стал это понимать, но Россия это мафия-стейт. То есть у нас нету таких секторов бизнеса, куда бы не был привлечен госкапитал. Вот и кино, естественно, все кино, в котором я снимался, даже если оно там условно не первым каналом финансируется, это все равно либо олигархи Путина, либо это НМГ-студия, либо это Газпром-медиа, либо это Министерство культуры, либо это фонд кино. Ну, как бы все, и возможности снимать кино закончились. У режиссера в целом его авторитет сейчас на площадке не в первых рядах находится, потому что режиссер сейчас ремесленник, это какая-то функциональная такая профессия, просто там скучную работу за креативных продюсеров сделать, там раскадровать, с оператором договориться, актерам что-то сказать, они еще все ноют, а я посижу на плейбеке, посмотрю, как ты это делаешь. И еще здесь то мы поделимся деньгами. Ну вот, я думаю, что и в Америке, и вообще везде сейчас это в целом из-за коммерциализации искусства, и кино в частности происходит. Потому что в современных реалиях ты не можешь заниматься полноценным продакшеном без денег, ты не можешь производить кино, когда туда не вовлечены деньги. То есть ты можешь, но это и будет выглядеть как кино без денег. Ты никогда не сможешь конкурировать за художественность с теми фильмами, в которых были деньги. Конечно, когда в твой фильм привлечены чьи-то деньги, у тебя есть ответственность перед этими людьми. Если ты живешь в России, в которой мафия стоит, условно это деньги мафии. Если мафия тебе говорит, что мы не можем говорить про то, что у нас там социально несправедливая страна, нам не хочется парарашку-говняшку, мы не хотим критику государства, мы хотим, чтобы все было красочно, красиво и вот без балабановщины вот этой всей. Но естественно, там, какой бы ты ни был совестливый человек, наверное, ты должен как-то этому соответствовать. Люди соответствуют. Я так понимаю, что ты человек, которому довольно сильно важны авторитеты в жизни. Когда началась война, для очень многих, особенно молодых людей, было довольно важным, как поведут себя их кумиры. И для меня в том числе, безусловно. Кто тебя больно ранил, а кто тебя воодушевил и не подвел? Больше всего меня ранили, ну, там, понятное дело, мои коллеги. Какие-то люди очень взрослые, очень влиятельные, которые, ну, если не выступили за войну, то, ну, худо-бедно где-то там отметились, то есть либо отмалчивались, либо вставали на похоронах Дарьи Дугиной. Да, и я не мог понять, как такое возможно. Похороны-то похороны? Ну, похороны-то похороны, как сказать. Во-первых, я не верю, что это украинские спецслужбы сделали. Когда все это произошло, я видел в этом лишний повод для того, чтобы ужесточить войну против украинцев. Вот смотрите, они убили нашу Дарью Дугину. Я видел расследование там редакции про дома и так далее, взорванные дома. То есть любое горе, которое происходит в умелых руках, превращается в повод для развязывания еще больше агрессии. У меня нет никаких сомнений, что это сделано для того, чтобы дальше внутренний потребитель в России не переживал, что где-то там в Краматорске или в Виннице прилетают ракеты. Потому что вы убили Дашу Дугину. Она была девочка, она была хорошей. Если это не на всех работает, на кого-то все равно работает. И встать на ее похоронах, на мой взгляд, или вообще прийти туда. Только если у тебя не семья в заложниках, это я могу понять. Но в рамках какой-то своей профессиональной деятельности, будучи худруком, прийти реально. Но то есть сама Дарья Дугина и Александр Дугин продвигают максимально человеконенавистнические идеи, которые пахнут конспирологией. Это вещи, от которых я бы предпочел держаться на починительной дистанции. И если ты настолько вплотную к ним подходишь, у тебя два, как мне кажется, выбора. Это сказать, да, я подошел, но я это не разделяю. Это необходимость, потому что у меня семья в заложниках. Окей, нет вопросов. А если ты никак это не комментируешь, по дефолту это означает, что ты сближаешься с этим. Не на уровне физическом, а на уровне интеллектуальном, идейном. Да, жалко, убили украинцы, нашу девочку. Вот я постою у нее на похоронах. Я никак иначе для себя это не смог воспринять. Потому что я не могу воспринимать похороны Дарьи Дугиной в отрыве от контекста. В отрыве от того, при каких событиях, во время какой войны, против кого это все произошло. В совокупности все эти события дают, если не однозначную какую-то картину, то недвусмысленно хотя бы. Это первое. Если так говорить про музыкантов, допустим, там какой-нибудь, не знаю, типа Серьга. Какой-нибудь, не знаю, Вадим Самойлов. А, ну то есть ничего сильного. Я знал, что они так сделают. Шевчук, Нойз, Оксимирон, Монеточка. Люблю этих людей. Считаю, что они спасли хоть какие-то мои авторитеты. Очень сильно меня ранил Рома-зверь. Я знаю, что, возможно, я не всю картину знаю, знаю людей, которые встанут на его защиту. У всех есть зашкварные истории. В разные периоды жизни, ну там, да, тебя просят компромиссы, там, либо ты не найдешь себе силы отказать. Компромисс состоится. Вот у меня есть такое внутреннее убеждение, что до 24 февраля 2022 года вот можно дальше не отматываться. Это была другая реальность. В этой другой реальности мы иначе себя вели. Там эти компромиссы другую цену имели, другие последствия, другое влияние на умы, на настроение и так далее. Это была другая история в другой реальности. Все компромиссы, все сделки с совестью, все уступки после 24 февраля 2022 года, они имеют абсолютно другой характер внутренний. Вот есть такое понятие в моем ремесле – управляющее событие. Определяющее, не знаю, то есть у тебя может быть много обстоятельств, умерла мама, ты любишь эту женщину, там, еще что-то, но ты должен выбрать что-то одно, что будет управлять твоим поведением. Война – это пиздец какое событие. Причем это такое событие, на фоне которого проявляется характер людей в самых разных его проявлениях. Я не думаю, что у кого-то из нас будет вторая такая возможность за жизнь проявиться как характер. Ну, я имею в виду вот в таких же обстоятельствах. То есть люди, которые сейчас по неосторожности, там, или из большой любви к родине, или из-за того, что они убеждены, что они не могут покинуть эту родину, они пошли на цепочку компромиссов. Они останутся в истории. Этим компромиссом будет дана оценка. А самое главное, что не будет возможности, как бы, знаешь, переиграть оценку этого. Потому что бывает, вот смотри, личный пример. Однажды я видел, как у человека хотят украсть телефон, и не вмешался. Мне стало страшно. Я дал этому случиться. И очень сильно себя за это винил. Другая такая ситуация, когда была, когда моего друга здесь, в Барселоне, хотели украсть телефон, я повел себя совершенно иначе. Я оттолкнул марокканца, мы начали с ним ругаться, полиция, полиция, но телефон не был украден. Вот не будет такой второй войны, чтобы если вот сейчас ты дал этому случиться, а второй раз не дашь. Этого не будет. Если ты дал себя использовать в таком качестве, вряд ли у тебя будет возможность проявить себя в аналогичных обстоятельствах как-то иначе позже в жизни. То есть это такая вещь, у которой будут очень долгоиграющие последствия. Ты думаешь, что в России есть такой серьезный институт репутации, что будут последствия? В России нет. Но есть какое-то количество людей, я в их числе. Для меня институт репутации будет играть определяющую роль. Даже когда все закончится. Во-первых, у меня нет никаких планов возвращаться в Россию. Никогда? Есть несколько условий, которые мне бы хотелось, чтобы были соблюдены. Режим Путина окончен, проведена иллюстрация. Наказаны все те, кто участвовал в несправедливости, какой бы она ни была. И тогда ты возвращаешься? А кто будет иллюстрации проводить? Я не знаю, это должна быть выработана какая-то комиссия. Как гражданин страны ты имеешь право. Если будет открыто голосование, я проголосую за людей, которые будут представлять условно эту комиссию. Это должен быть какой-то общественный диалог, очень широкий. Потому что я думаю, что без этого никакого позитивного изменения не произойдет. Ну и конечно, безусловно, и если меня будут звать еще, но мне почему-то кажется, что будут. Просто прямо сейчас проблема в том, что а, я забанен, б, не очень понятно, как эту мою энергию применять. Потому что у нас же все такое хорошее. У нас мультики, сказки, на Луну мы летаем или куда, на станцию. История людей, про их падение, страсти, страхи, там пока вроде как на второй план отошли. Потому что они бы неизбежно напомнили о войне. Но потом это закончится. Я много про это думал. Я для себя решил, что я буду сотрудничать с людьми, которые будут способны поговорить со мной честно. Даже если они сделали что-то плохое или персонально ко мне что-то. Я прощу всех, кто сможет мне сказать, так же, как я говорю зрителям, что я был неправ. Мне было страшно. Но если люди будут и дальше в режиме проекции защищаться, что не все так однозначно, а кто бы так не сделал, а что такого, для меня диалог закрыт с этими людьми. Смотри, до 2014 года в Украине от российского оружия совершенно точно вообще никто не погибал. В 2014 году случилась аннексия Крыма и захват юго-восточных территорий. Но артисты продолжили сниматься в фильмах, играть. И я продолжил, конечно. И ты продолжил в том числе. И как будто бы ничего не произошло. То есть это была абсурдная нормализация этой ситуации. В 2022 году это продолжилось, только сильно расширилось. Да. И многие в знак протеста уехали. Да. В целом это не повлияло никаким образом на ход событий. Вообще ни на что не повлияло. Кроме того, что у меня единственная ценность, что освобождаясь от ограничений среды, у тебя реально есть выбор, не навязанный никем, внутренний, как ты будешь в условиях войны жить. Я для себя сделал выбор, что для меня необходима свобода для того, чтобы я мог высказываться. Для того, чтобы я... От меня за время войны отписалось порядка 15 тысяч человек. Потому что я каждый день шлепал статьи, фотографии. Я старался сам разбираться. У меня жена журналистка. Я три месяца проработал на дожде. Какая-то минимальная информация о том, как работать с источниками, верифицировать информацию, у меня была. Я пытался этому научить подписчиков. Я пытался там разоблачать какие-то пропагандистские нарративы, которые возникали. И вызывал раздражение у людей. Но тем не менее, для меня это было важно. Потому что в противном случае я бы просто продолжил бы пить. Твои никак не отреагировавшие коллеги не напоминают ли тебе тебя все эти годы с 2014 по 2022? Напоминают. Я очень им сочувствую. Но здесь есть проблема. Мне было 14 лет. Реально. Я не в качестве оправдания. Это фактология. То есть, конечно, условно, вот вы сейчас со мной пообщались и думаете, ну, с 10 лет все понимал. Давайте Жану Дарк на него повесим. И так далее. Я понимаю, хочется так сделать. Но все-таки в 14 лет, для меня единственное, как я помню эти события, это что шла Олимпиада очень красивая. И вдруг папа переключил новости и ушел куда-то переживать свои эмоции, плакать. У него в Украине всегда было много друзей, он много лет там работал. Я там снимался, то есть, ну, и после этого еще на год у меня практически не было работы. Санкции первые, видимо, как я сейчас уже понимаю, вели, денежные потоки какие-то обрушились. Это все, как я это помню. У меня какое-то гражданское сознание, индивидуальное, по-настоящему. То есть, когда ты не просто говоришь, что ты индивидуал, а готов нести ответственность со всеми вытекающими. Это 20 лет. Вот с этого момента, вот я... Ты стал разбираться в политике? Не просто, я стал разбираться в себе лучше, в политике, в других людях. А самое главное, что, ну, вот есть у меня зашквары после 20. Дело не в возрасте, дело в малодушии. То есть, я четко понимаю, что я просто отступил от самого себя в этот момент. До этого момента там были вспышки осознанности, но в целом, блядь, мне в футбол было интереснее пойти поиграть с друзьями, чем смотреть, как на дожде Анна Мангайт рассказывает, да, там, про бомбежки Донецка, допустим. То есть, тогда я не понимал, что, какой ужас происходит вокруг меня. Проблема моих ровесников заключается в том, что они родились в сытой реальности. То есть, у них мир открыт, продукты есть, голода нет, ничего нет. Смысл жизни, значит, вот в том, чтобы удержать этот комфорт. То, что есть какие-то другие материи, которые не важны, даже если тебе сейчас кажется, что это не важно, в 30 лет, в 40, у тебя будут кризисы. Тебя спросят организм, а не кажется ли тебе, что ты что-то в своей жизни делал неправильно. Поэтому я искренне сочувствую людям, которые сейчас думают, что как-то бесследно для них пройдет. Их могут не наказать, не посадить в тюрьму, я никому ничего не желаю, вообще может никто не узнать про их позицию. Просто потом им будут сниться люди, им будет сниться, ну, ты построил карьеру, да, сейчас она в одном контексте находится. Потом, допустим, меняется власть, проходит люстрация, окей, тебя не тронули. Но у тебя совершенно другой смысл, другая ценность этой карьеры, ну, задается. Ты даже мне говоришь, ты снялся в Т-34, извини, до 24 февраля это был просто фильм про танк. А теперь это фильм про такой танк, понимаешь? Естественно, у меня полностью поменялось мое представление о карьере, о том, как меня использовали как лицо, ради каких целей, ради каких сюжетов, нарративов, героев там и так далее. Люди, которые чувствовали себя сейчас успешными на гребне волны, они сядут и должны будут подумать, чего это стоило. Потому что ты дружил с людьми, а эти люди уехали и не имели возможности работать. Люди в этот момент погибали, у детей отбирали мам, а дедушки и бабушки, которые всю жизнь так же, как и ты, строили карьеру, чтобы жить в своем доме, оказались в квартире моих друзей. Причем у одного из них была мать больная без коляски, и мои друзья еще покупали коляску ей, чтобы ей выволонтерили чуть-чуть вначале. Просто и я не знаю, там люди лишались карьер, Звягинцев в 7 лет не мог запустить фильм, короче. Но ты уверен, что ты строил карьеру, и все было окей вокруг тебя. Я думаю, этот вопрос будет преследовать очень многих. Жора Крыжовников, твой мастер на курсе шоураннеров в индустрии. Да. Вы поговорили? Не то чтобы очень, но я человек эмоциональный. Единственное, что меня останавливало от уезда, потому что мне очень хотелось доучиться. У меня какие-то первые успехи получились. Я еще не понимал, что с работой, поэтому я очень долго думал. Но внутри это ощущалось как что-то очень напряженное и долгое. И я ему написал большое письмо, что вот так и так, я не смогу прийти на занятия, я иду в ЗАГС, и вообще я уезжаю. И вот все такое прочее. И он мне писал, понятно. Ну и не то чтобы мы какие-то близкие отношения поддерживали все это время. Не знаю почему. Я впервые встретил профессионала в индустрии, с которым я чувствовал профессиональное родство. То есть его взгляд на профессию, так как он себя подает как режиссер, как рассказчик истории. Я считаю Званти Ди Каприо одним из лучших телевизионных проектов в последнем времени. Мне было очень приятно с ним дружить и общаться. Ну вот не сложилось. Ну вот ты уехал, а он остался. Да. Ну вот он остался, он даже снял сейчас сериал, он называется «Слово пацана». Ты посмотрел? Я много про него слышал на учебе. Я знаю про что это. И мне кажется, это тоже отражает предпосылки, как мы пришли к определенным вещам. Про уличные банды после перестройки еще во время войны в Афганистане. Эти пацанские понятия, из которых выстроена внешняя политика сейчас наша. Ну он что-то снял, но я не вижу его на премьерах. Он не высказывается в сети, ни за, ни против, ничего. То есть его не существует в публичном пространстве. Ты меня спрашивала, каково вот людям, вот либо забастовка, либо уж лучше вот так. Главное, чтобы не за. Расскажи про бабушку. Я правильно понимаю, что это был довольно важный человек в твоем месте? Да, да. Ты какое-то время жил у бабушки? Ну в детстве, да, потому что у нас были квартиры, получается, у родителей на 10, а у нее на 6. Это чья мама? Папина. Ее звали Женя. Она была медиком. Она умерла в 2010 году от лейкемии. И я думаю, что это классическая ситуация. Папа работал очень много. Чтобы нянек не нанимать, есть всегда бабушка. Я с бабушкой проводил много времени. Мы смотрели кино. Мы читали книги. Я читал ей Геккельбери Финна. И, собственно, у нее, наверное, в библиотеке я впервые открыл для себя Беляева Александра Романовича. Там же где-то я у нее нашел Гарри Гаррисона с его остальной крысой. Потом, когда мне мама, ну на самом деле мачеха, Марина, короче, подарила, никогда не забуду, мне 11 лет, она мне дарит плетеную коробку, полное собрание сочинений Герберта Уэллса. Мне казалось, почему это никто не читает, так интересно было. А, вот еще почему. Я вспомнил, что в 2007 году у меня даже телевизора не было. У папы что-то там с бизнесом, короче. У нас не было телек, у нас был только папин Асус, и по выходным он дисковод внешний привозил с работы, потому что нужно было ему на работе, а по выходным можно было его и Асус, и дисковод привезти, и взять в видеопрокате какой-то диск, либо купить, не знаю, и посмотреть какое-то кино. У вас сколько детей там? На тот момент нас было всего двое. Я и брат. А потом Софа родилась? В 2012 году, да. Да, ну или он еще в 17-м. Нас четверо. Слово мачеха довольно ужасное. Я поэтому его чаще всего не использую, просто чтобы избежать путаницы для зрителей, потому что у меня есть такая ситуация в жизни, что у меня есть биологическая мама. Маму зовут как? Таня. Марина старше тебя на 13 лет. Да. У нее не было опыта материнства никакого. Тем не менее, я считаю, что она неплохо справилась. Скажем так, она, поскольку человек очень чувствительный, она очень переживает, там мы с ней иногда можем поговорить, что чего-то не додала. В целом у меня никаких претензий нет, потому что мы с ней играли настольные игры, мы проходили с ней PlayStation. Ты был как младший брат. Тут еще, знаешь же, в чем прикол, что когда ты маленький, ты не очень понимаешь, что между вами не такая значительная разница в возрасте. То есть, если ты маленький, есть какой-то взрослый человек. Даже если он стал взрослым, там, без году недели, как Марина тогда. Мы вот сейчас с Анитой прикидывали, и она встретилась с моим папой, когда ей было как Аните, с двумя детьми. Аните и моей жене 21. То, что, конечно, она делала, ну, это потрясающе, я считаю. А почему они до 10 лет тебе ничего не рассказывали? Мне кажется, что, может быть, рассказывали, может быть, я что-то помнил, но у меня, знаешь, есть такое воспоминание, что просто каким-то образом, видимо, пришло время сказать. Я был как цыпленок, знаешь, который влупляется, если видит, что кто-то мама, это и есть мама. Была Марина, она жила с моим папой, мы ходили гулять, мы играли в игры, она что-то покупала, мы веселились. Я и не задумывался о том, что какая-то часть воспоминаний, возможно, вытеснена. Тем более, тогда я не чувствовал, что что-то вытеснено. Это я сейчас как бы задним числом могу сказать, что странно. Вот в 5 лет еще помнил, а в 10 уже не помнил, как-то странно. И был просто какой-то разговор, в ходе которого стало очевидно, что у меня есть какая-то мама, с которой я появился. И она почему-то не здесь, не с нами. Это был тоже, кстати, возможно, один из таких отложенных триггеров. Но я имею в виду к тому, чтобы сорваться с нормальной дорожки. Потому что, когда я уже вернулся вон трек, когда я прям такой, нет, Сэм, во-первых, ты еще ничего не написал, а ты должен. Ты пришел сюда ради этого. Во-вторых, ты не узнал, кто твоя мать, а любой нормальный человек должен знать, кто его мать. В-третьих, ты никому не отплатил любовью, а тебя любили. И у тебя брат с сестрой. Поэтому ты не можешь себе позволить разлагаться так долго. Чуть-чуть. Чуть-чуть потлел и давай назад. И у меня, собственно, в этот момент в целом все наладилось. Несмотря на то, что это породило некий конфликт с отцом, мы его нормально обточили уже. Я начал общаться с матерью. Ты же не хотел папа? Да не то, что он не хотел. У него просто как бы своя оптика, своя перспектива на все это. Он имеет на это право, потому что с ним это непосредственно происходило. Я просто, к чему я дошел до 20 лет, что это их дела, я не часть этого. Они хотят меня в это вовлечь, потому что удобно манипулировать. Но это, я не имею к этому отношения. Это между ними. В этом смысле, я думаю, что это впервые в жизни я понял, что такое сепарация. Кто, что и как сформировал твои взгляды? Папа с самого детства пестовал желание что-либо артикулировать. Он водил нас в детские театры и заставлял меня говорить. Что ты понял? Про что это? В чем проблема? Что испытывает этот человек? Почему? Вот с самого раннего возраста. Поэтому потребность артикулировать, которая потом впоследствии с возрастом может превратиться как бы в инструмент, когда ты начинаешь разбираться в каком-то политическом ландшафте. Это первое. Жажда говорить, жажда формулировать, жажда проговаривать. Второе. Он мне всегда говорил, не водись с толпой. Зло всегда от толпы. Все худшие вещи происходят с молчаливого согласия толпы. Пускай они не будут считать тебя своим из-за того, что ты не хочешь быть с ними. Зато что-то произойдет не с твоего молчаливого согласия. Он никогда не был доволен властью Путина. Ни разу я не слышал, чтобы он мне сказал, что, типа, знаете, Путин красавчик. Он очень остро переживал все его инициативы. Начиная от, не знаю, вторжения в Грузию, хлопок по столу. Крым ушел куда-то переживать. Там, не знаю, пенсионная реформа. Ну, то есть я видел, что человека, которого я очень люблю, угнетает. Свидетелем, чего он является. И, конечно, у меня была обида внутренняя, потому что я считал папу хорошим человеком. И считал, что он не заслуживает так сильно переживать о людях, которым нет до него никакого дела. Желто-синие флаги повсюду. Это украинские? Нет, мы тоже так сначала думали. Думали, ооо, сколько здесь противников войны. Нет, это флаги барселанеты района. Вот здесь вообще сами каталонцы. Потому что Барселона – это не Испания. Вот три ключевых имени, которые наверняка любой зритель знает. Типа там Пикассо, Жоан Миро, не знаю, там Сальвадор Дали. Все думают, испанцы. Нифига подобного, это каталанцы. В Каталонии очень силен патриотизм. В 1917 году тут была попытка отделения. И они в целом не любят испанцев. У них все надписи сначала на каталонском, потом на испанском. Из-за чего, когда ты учишь испанский здесь, у тебя путаница в голове. Вот они очень любят свои районы. Они и в Грассе вывесят флаг. У них там будет фестиваль, они будут тусить и здесь тоже. Мы вот иногда идем с женой на учебу. Сидят уже люди, вытащили столы, скамейки, пьют пиво. Общаются о жизни в 12 дня. Алексей Навальный, когда появляется в твоей иерархии кумиров? Я со школы его смотрел, со старших классов, точно. Наверное, первый раз я начал следить за его командой после выборов в Мосгордуму 2019 года, когда их жестко разогнали, когда Любовь в Соболь не допустили. То есть я первый раз столкнулся с политической агрессией. И это слишком жестоко, это показательно, демонстративно, несправедливо и безнаказанно. Твой бан начался после того, как тебя проработал в своем бесогоне Никита Сергеевич? С Навального. Сначала ты поддержал Навального, потом случилось нечто, например, Михалков, и потом тебя забанили. Или Михалков был частью этого бана? Если бы после Навального меня не заметили, мне штраф выписали за призывы к митингу 25 тысяч рублей. Если бы он меня не обработал в бесогоне, я думаю, что, возможно, не было бы такого информационного влияния на мою дальнейшую судьбу. То есть, конечно, он подсветил всем, от кого зависело это решение, что нас... Но сначала забанили, а потом Михалков. Не знаю. Вот я тебе клянусь, я не верил, что есть какие-то банлисты. Я не мог представить, что это возможно. Я думал, ну я плохой артист. Ну, может, борода, прыщи, я не знаю, там, плохо в кадре смотрюсь, или герои кончились, которых я мог бы играть. Вот я всерьез, ну, как бы страдал от этого. Я думал, что, ну, все, просто я плохо делаю свою работу. Я подумать даже не мог, что где-то на полном серьезе люди, среди которых я вот жму им руки, блядь, они сидят где-то в кабинете и договариваются такие, что, блядь, Семен больше не работает. Но из всех артистов, которых в том своем бесогоне проработал Михалков, ты единственный, кто ему публично ответил? Да. А зачем ты это сделал? Наверное, это юношеская. Вот он авторитет. С моей точки зрения... То есть он был твоим кумиром? Безусловно. Я из тех детей, которые смотрели советские кинематографы, видели фильмы Никиты Михалковой и абсолютно искренне любили их, а не потому что папа так сказал. Потому что я любил Серджа Леона, я посмотрел «Долларовую трилогию», мне очень нравилось «Среди чужих», потому что многие приемы, многие сеттинги, эстетика в этом фильме, ну, они по-хорошему перенесены просто на нашу почву. Но авторитет, который начинает нести хуйню, это хороший повод пересмотреть, ревизировать. Я почему-то чувствовал, что у него нет никакой реальной власти, что он какой-то дед. Меня еще просто оскорбило. Он же что делал в этом обращении? Он не просто меня там прожарил, да? Как Саня Незлоп мог бы. Он просто сказал напрямую публике, говорит, вот смотрите, он получает 120 тысяч рублей в смену и чем-то еще недоволен. Он же как предлагал посмотреть на мотивацию моих поступков, что несмотря на то, что я безбедно живу, сама моя нужда в том, чтобы обращать внимание на проблемы государства, продиктована не тем, что это какая-то система ценностей у меня такая, а тем, что я, видимо, с антенками-то, блядь, на Запад направлен. Вот эта вот идея, что раз вам дают деньги за вашу работу, значит, вы должны закрыть одновременно рот, вот этот контракт, который подразумевает молчание, она же родом... Из Советского Союза, мне кажется. Я никогда не жил в Советском Союзе, поэтому мне было проще. Я поэтому и думал, что это какой-то помет динозавров, что никто серьезно к этому не отнесется. По итогу я ошибся, просто он оказался очень влиятельным человеком. Больно было? Ну, не без этого. Все нормально со мной. Да, у меня нет работы, но ничего страшного, будет. А ты в политику готов пойти? Нет, я не пойду в политику никогда. Мне нравится разбираться в политическом устройстве, мне нравятся там всякие политологические вот эти вот тайны мадридского двора. Я бы не хотел быть политиком, у меня нет амбиции, я не хочу власти, я не хочу денег, ничего подобного я не хочу. Чего бы я хотел, возможно, в Новой России? Я бы хотел стать лидером какого-то восстановительного движения. Мы уже поняли, что как мы раньше делали кино и строили театр, нельзя так делать? Нельзя, чтобы там, условно, был один худрук, который всех назначает, потому что тогда есть возможность для подтасовок, должна какая-то быть более инклюзивная система, в системе администрирования театра. Я хочу не этим заниматься, я хочу и прийти, пока они этим занимаются, ребята, актеры, давайте им будем проставить, давайте поймем, что сейчас взволнует наших с вами зрителей. Если мне будут давать под это деньги, я их возьму. Если будут готовы со мной люди работать, я хочу этим заниматься, больше меня ничего не интересует. Про иллюстрацию я говорю только по одному, чтобы сократить до нуля, там, 99% возможность столкновения с человеком, который был прямым бенефициатором этой системы и ускользнул. Я не хочу сжать ему руку, я не хочу притворяться, что он не симпатичен, я не хочу ругаться с коллективом, ставя перед ними дилемму либо я, либо он. Я хочу, чтобы это в целом фильтрация произошла сама по себе как некое естественное продолжение человеческого общежития. Люди, которые совершают преступления, даже если, смотри, ты стал свидетелем изнасилования, ты соучастник, если ты не вмешался или не вызвал полицию в этот момент, правда ведь? Ты либо вмешиваешься, и тогда это отражается в материалах уголовного дела, либо взываешь полицию и тем самым спасаешь человека, но когда ты не делаешь ничего, а просто являешься свидетелем, ну, как бы ты столкнешься с последствиями. В любом случае, точно так же и здесь. Я не хочу, чтобы этих людей сажали в тюрьму, они не сажали в тюрьму, это не про это, просто я три года не работаю, я не зарабатываю деньги. Просто какой-то кастинг-директор считает возможным, приемлемым для себя, как для профессионала, вписать меня в этот список, не нести меня режиссеру и еще что-то. Она продолжает зарабатывать деньги, а я не продолжаю. Я бы счел справедливым наказанием, чтобы в момент, когда все это закончилось, три года поищи себя в другом месте, поучи язык. Тебе запрет выдается на профессиональную деятельность, потому что ты злоупотреблял тем положением, которое у тебя было. Ты был несправедлив, ты мешал другим людям работать, ты сделал их жизнь сложнее. И даже если она скажет, да меня заставили сверху, много кого заставляют сверху, что делать, но перед нами куча примеров, когда люди этому не подчиняются. В мире полно героизма, люди постоянно чему-то сопротивляются. Они в меньшинстве, но, извини, я почему-то должен нести наказание за свои поступки, даже если в них нет ничего заведомо плохого, просто власть, люди, которые с ней согласны сейчас так считают, а ты не понесешь никакой ответственности за то, что так делала, за то, что там награждали конец света, например, на гильдии. Ни меня, ни Юру не номинировали, номинировали Володю Конухину. Но я понимаю, что я херово сыграл еще что-то, но у всех остальных проектов, которые там были, номинировали главных артистов. Ну, понятно, потому что ты в бане, потому что кто-то, кто утверждал этот список такой, вот, мы должны следовать этой линии. Но есть у тебя здесь твоя зона ответственности? Ведь ты можешь на этом уровне сказать, блин, чуваки, мне кажется, это неправильно. Кто со мной согласен? Потому что если для тебя нет проблемы, находясь в дружеских отношениях, по какому-то там черному списку взять и просто, ну, не взять тебя на работу, хотя у вас была договоренность, и вы вроде как друзья, но вряд ли что-то поменяется потом в ваших отношениях, если ты уже это сделал. Поэтому это просто вопрос поступка. Ну, то есть, я не очень опытный режиссер, да, у меня не было больших студентов проектов, я никогда не был в заложниках у холдингов, которые производят их. Но для меня это какая-то самая очевидная ценность, что если тебе нужен какой-то артист, ляг к костьме, но добудь его себе. Чего бы тебе это ни стоило, просто потому что так связь устроена между режиссером и артистом. Тем более, что, ну, видишь, там же вместе со мной после Михалкова там же было еще несколько людей. Деревянка, Бортич, еще кто-то. Вот Паша сейчас ездил на Донбасс, Саша там, не знаю, что с ним было, но ко мне приходили люди с предложением, ну, после всего этого. И сказали мне, что очень хотят продолжать снимать всех этих артистов, включая меня. Но для этого надо под честное слово пообещать, что у нас будет творчество, а не политика. Вот, предложение было очень соблазнительное, потому что я уже тогда... Что за эти творчество, а не политика? Ну, извини, что я таким иезуитским языком говорю. Я имею в виду, что сел человек и говорит, слушай, мы собираемся пойти в администрацию президента и поручиться, вот, сказать, что нормальные ребята, перенервничали, ну, войдите в положение. Для этого надо просто пообещать, что, ну, не будет больше такого, что меня начнут снимать, а я Навального поддержу или скажу, нет, войне выйду там, условно. Еще не было войны. Это имелось в виду, что ты не реагируешь на обстановку в стране. Угу. Как бы близко она тебя не касалась, как бы там не зажигало внутри тебя какие-то... какие-то эмоции. И так соблазнительно было, потому что я думал, блин, я уже три месяца без работы, уже не знаю, что делать. А потом просто что-то внутри меня сопротивлялось, сопротивлялось, и я потом сказал вещь, одну важную, как мне кажется, потому что я вот ей следую с того момента. Я сказал, что если я прямо сейчас соглашусь на то, что вы мне предлагаете, вот мой внутренний голос мне подсказывает, что он от меня откажется. Что-то внутри меня такое важное, тонкое, хрупкое сломится, и я не буду себя уважать, я не буду чувствовать себя в безопасности самим собой, потому что то, что вы мне предлагаете, очень соблазнительно в плане денег, в плане того, что вернут возможности, но я не ощущаю это правильным. И мне тогда тоже очень важную мысль сказали, слушай, говорит, старик, ну насчет правильно, ты вот сам подумай. Говорит, ну какой у тебя закономерный итог деятельности, вот если ты супротив власти выступаешь постоянно? Я говорю, не знаю, он говорит, тюрьма. Тюрьма, тюрьма, еще раз тюрьма. Если ты до конца последовательно в своей позиции, если ты не идешь на компромиссы, то есть не называешь там СВО даже под звездочку, а говоришь война из принципиальных соображений, вот, если ты не играешь с ними в одну игру, то в конечном счете тебя ждет тюрьма, потому что они видят, что с тобой невозможно договориться, не подкупить, не отвлечь ничем и так далее. Тогда нахуй с поляной. Все, безусловно, переживают, что ошиблись, ну что сыграли не за тех, сыграли не за то, вот. А я считаю, что я сыграл за то, я сыграл за себя, а не за кого-то. Я слышала, что ты боишься темноты. Ну, сейчас не так сильно, у папы есть любимая байка, что они мне подарили надувного зайца и бросили его в какую-то темную комнату. Я был маленький, трехлетний, он говорит, мы наблюдали такую картину, как тебя очень влечет этот заяц, но он в самой темноте, и ты идешь к нему, вытянув руки, и орешь, все равно идешь к этому зайцу. На самом деле, классный перенос может быть на мою жизнь, потому что я очень искренне много всяких вещей боюсь. Реально, прям очень сильно. Иногда до параноидального ипохондрического состояния, при всем при этом, каким-то магическим образом, иногда моя психика позволяет мне казаться храбрым на фоне всего этого. Не знаю. Но я имею в виду, что на фоне трагедии происходит, потому что умирают люди, рушатся судьбы. У меня половина моих ровесников не общаются с родителями. Я не представляю, каково это не общаться с родителями. Актеры – это люди, которые играют других людей. Как правило, это люди, которые совершенно не умеют играть себя. То есть отстраиваться, быть собой, думать о том, какие они личности, люди вообще, что они детям потом будут говорить. Я вот только в эмиграции, только уже находясь в отстранении от работы. У меня оказалась эта уникальная возможность саностроиться с самим собой, узнать, что это за сэн такой, дилетант. Посмеяться над этим. Возможно, чуть менее серьезно к себе начать относиться с меньшим пафосом. Иногда захватывает такая грусть. А чего ты теперь боишься, если ты стал меньше бояться темноты? Ну, глобально провала. Я думаю, это нормально этого бояться, но мне нужен тот заяц. Сем, ты счастливый человек? Да. А что такое счастье? Чувствовать себя свободным, чувствовать себя любимым, чувствовать себя нужным этому миру. Многие думают, что ты чувствуешь нужным у себя этому миру в тот момент, когда ты успешен, когда у тебя складывается карьера, но у меня нет. Я нужен этому миру, потому что меня любит сестра. Потому что она мне звонит и рассказывает про свои первые любовные неудачи. И она доверяет мне. Я не могу предать это доверие. Меня любит жена, потому что, когда у нее какие-то проекты, ей нужно тоже со мной поговорить, получить поддержку. Я ей нужен. Я нужен папе, потому что, очевидно, ему нравится передавать мудрость. А я такой удобный резервуар для передачи этой мудрости. Но мне кажется, я никогда не был так счастлив, как сейчас. Из такой песни вот пикника. Все потеряно, все потеряно, оттого на душе легко. Мне очень в этом смысле нравится фильм «Бойцовский клуб», где главный герой говорит, что утрата всех надежд и была той самой свободой. Да, я, возможно, не живу на Садовом. И у меня нет возможности петь мой любимый аппероль на веранде в 3205. Меня не награждают. Меня не зовут играть ни в какие проекты, ни в хорошие, ни в плохие. У меня не так много денег. У меня меньше возможности путешествовать или узнавать что-то новое. Я не могу взять себе репетитора по-английскому или познаматься с психологом, потому что, ну, это деньги, которые мне нужно откладывать на квартиру, чтобы жить здесь. Но все равно это все как-то для меня не является какой-то причиной для того, чтобы взять и в одночасье стать не тем, кем я на самом деле внутри являюсь. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Я вспоминаю фразу из венецианского купца, которая в реке Морти прозвучала «Ведь будь без милости закон, то кто из нас бы спасся?» Поэтому да, я безусловно за справедливость, но если вот такой ты мне выбор предлагаешь, то милосердие. У меня папа еще юрист по образованию, он мне всегда говорил, что лучше отпустить виновного, чем осудить невиновного. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Ты можешь себе по-честному представить ситуацию, как ты возвращаешься в Россию? Ну, смотри, я же не говорю, что я совсем не вернусь, и надо записывать меня в этот лагерь, который все, вон из Москвы, сюда я больше не издок. Даже при том, что я бы не хотел там жить. Ты только что? Секунду, секунду. Я сказал, что я не хочу там работать. У меня там живет мать и друзья. Естественно, я бы туда ездил. Просто, когда у тебя работа публичная связана с имиджем, если не будет проделана работа над ошибками, над публичным имиджем государства, не будет проведена иллюстрация, я не хочу своим публичным имиджем делиться с этим государством. Вот и все. Вот как я на это смотрю. Мои друзья под это не подпадают. Я хочу их видеть, хочу их обнимать. Если мне будет безопасно туда возвращаться, буду туда их ездить, тусить с ними, моя работа, центр моей жизни будет в какой-то другой стороне. Тебе это надо? Я не чувствую. Все, почему я скучаю, этого уже нет. Никогда таким же оно не будет. Я учусь выживать в других условиях. Пока идет война, я не знаю, сколько она еще будет идти, но очевидно, я научусь это делать, где бы я ни жил. Просто время. Кем я буду, у меня нет никакого ответа, но я научусь это делать. Потому что для того, чтобы у меня совсем ничего не получилось, мне надо лечь вот здесь на диван и умереть. Это не мой план. Я собираюсь что-то делать. А получится ли? Посмотрим. Я могу представить по-честному ситуацию, при которой я возвращаюсь, я тебе ее описал. Я приеду, и, конечно, я буду долго плакать, когда сойду, потому что на самом деле очень скучаю. Сейчас пройдет момент сентиментальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok